Небесная цивилизация Духи, рожденные от Духа, здесь! Сыны, рожденные от Отца, здесь! Победа, рожденная от Победы, здесь! Слава, рожденная от Славы, здесь! Любовь, рожденная от Любви, здесь! Небесная цивилизация, здесь! Наполняющая Землю, здесь! Власть, здесь! Все, можно разъезжаться. Аллилуйя! Отец, мы благодарим Тебя! Все только начинается! В этот прекрасный день, называемый ныне, где нет ни ночи, ни болезней, ни слез, Где нет ничего, что могло бы омрачать Вечное торжество Вечный брак Агенца У кого свадьба? Здесь! Избранные здесь! Избирающие здесь! Давай Отцу Славу дадим! Я хочу, чтобы ты знал, мой друг, Все, что происходит, происходило И будет происходить Все посвящено Сыну Божьему! Аллилуйя! Скажи эти потрясающие два слова Божий Сын! Скажи, любимчик Бога Это Андрей Яковиш Скажи, это я! Ну Посмотри на кого-то, скажи И ты тоже! Но сначала я! И пусть это не будет звучать Как превозношение Это будет звучать Как дорогая Сердцу истина Я Любимчик Отца! Аллилуйя! Обними кого-то Проверь Если он не мокрый Скажи, почему не танцевал? Он скажет, я танцевал Скажи, плохо танцевал В следующий раз давай Лучше Танцевать надо так Чтоб ни одной Сухой шмотки На тебе не оставалось Включая все шмотки Друзья Один пастор мне рассказывал Что он галстук отжимал После танца Вот это уже Это тебе не носки Петьки Кто вчера не был А кто вчера не был? Так Не так и много Значит можно продолжать шутить Обними еще раз Кого-то другого Аллилуйя! Не уходите! Не уходите! Сергей, ты в левиты записал? Аллилуйя! Вы можете на минуточку На одну маленькую минуточку присесть Мы сейчас Откроем наш вечер День У нас сегодня вообще Классное время Мы будем продолжать транслировать Дух жизни Скажи, Дух жизни Мы будем продолжать транслировать И высвобождать Исцеление Скажи, исцеление Чудеса Здесь И сейчас Потому что другого Ни времени Ни места У нас нет Только все Здесь Сейчас Точас Ныне Я смотрел за вами Сегодня утром Читал комментарии В основном все хорошие Давай отцу славу дадим За Украину Вообще Знаете Все славно Но я хочу Чуть-чуть сказать еще что-то по поводу этого и забудем смотрите друзья я вижу так этом поднялись какие то такие разговоры что типа мы не оккупанты там что такое я понимаю что это болезненная тема но я вам хочу сказать если ты хочешь реально умножать здесь владычество тебе придется смириться с мыслью что все здесь вокруг будет считать себя оккупантом это тень из ветхого завета можете рассмотреть когда евреи пришли в землю обетованную их считали не просто оккупантами а творящими самый настоящий геноцид из-за этого многие люди они читая эти истории они начинают на бога иегову нести всякую чушь горит смотрите цена огромная за то чтобы до тебя дошло никто не знал и мало кто даже из евреев догадывался это была земля авраама изначально поэтому если ты хочешь чтобы тебя здесь признали за своего они за оккупанта будь как они но ты же не хочешь поэтому тебе придется смириться тебя буду считать здесь за оккупант именно поэтому я сейчас говорю не за политические вещи друзья за духовные и хочу раз сеять эту муть в голове если у кого-то еще она осталась апостол павел говорил о своих евангелизационных миссиях как и завоевание народов и земель завоевание это всегда вторжение вооруженное оккупация это вторжение вооруженное против воли тех кто установил свою власть на этой земле поэтому не надо питать иллюзии мы скажем это наша земля они такие конечно ваша мы всегда знали об этом нет царство божие не в словах а в силе и мы не собираемся ни с кем церемониться друзья евангелие это не поднос с угощением это ультиматум когда ты идешь в землю если ты хочешь нести туда угощение тебя прокинут и скажет иди у нас у своих кушаний хватает может быть я говорю рисковато или жестковато но надо это усвоить если хочешь быть своим здесь тебе нужно быть тогда как они а если нет тебе придется смириться тебя буду считать оккупантом и хоть это господня земля вы посмотрите как происходит он горит этот камень стал герою и наполнил землю всю оторвавшись вообще с другого места с небесных мест и что он заполнил всю землю это не что иное в глазах земли они говорят и власть нашу свергли идолов порушили все полностью изменили это разве не оккупация самое настоящее в их глазах если бы ни одно но мы то знаем изначально чего это все но они то не знают поэтому в их глазах ты всегда будешь таким ты готов смириться с этим ну что делать ну что делать что вы тут присели сейчас продолжим подождите узкой ножки отдохнуть чуть-чуть скажи славный день я хочу сделать некоторые вещи вы мне позволить точно смотря что доверяете когда смотрел сегодня за головами кастера такая говорит он наверно смотрит и такой а я как раз хожу возле экрана такой откуда она знает я думаю это вообще и это в прямом эфире все вот это что вот это свобода через край свобода через край который иногда у нас самих мы что-нибудь сделаем и таки войска и сделал аллилуйя мне понравилось это все так угадано просто дух святой обо всем позаботился я как раз хожу утром и думаю так надо вытащить мужиков помолиться смотрю серёжа раз и полслужения у меня отнял давай отцу славу кто это делает я так рад вообще вот это было сильно правда он когда начал за эту высадку говорить за вот эту ну слово употребил оккупация и я в духе сразу почувствовал это заворчала там что-то у кого-то где-то засвербела я думаю выйду и добью у всех у кого засвербел аллилуйя молодец серёжа я не знаю где ты давай отцу славу дадим не забойся как ты выглядишь в чужих глазах я вам честно говорю у некоторых оккупантов в плохом смысле слова иногда смотреться еще поучиться наглецы вообще просто невероятны и хоть ты траванера им все равно а верующие все извиняются ходят ну извините можно мы вам про бога расскажем слушай сюда пока не поздно и все вот амэн я не собираюсь извиняться за своего отца который отдал мне эту землю моя и все аллилуйя они знают тут находят тех кто так делал находит куда зацепку в истории и вторгаются а нам не надо никаких зацепок искать господня земля и все что наполняет ее поэтому думайте что хотите мы придем постучим ваши дома войдем ваши умы все заполнил потому что написано взошед на высоту принял плен дал дарю человеком чтобы наполнить собою все халлюя хватит извиняться небесная цивилизация она сошел с неба умножая владычество а нет иди назад залазить что я несу вообще так у нас уже не прямой эфир все так вырежем что не надо добавим что надо у нас вот так друзья хочу мы же в семье мы семья или или мы чисто цивилизация и все по-другому не бывает скажем мы семья у моего сына сегодня день рождения он сегодня даже вы видите в майке моей пришел здесь я вчера вам в ней служила он сегодня увидите период и переодел давай спою можете со мной это сделать сынок это для тебя поем раз два три а а а а а а а и а а а Аллилуйя! Я хочу тебе сказать что-то, поблагодарить тебя за то, что ты согласился быть моим сыном, за то, что доверился, знаешь, вот в вечности, вышел из вечности сюда, доверившись в мои руки, согласившись, чтобы я был какие-то годы твоей жизни практически Богом для тебя. И я старался всегда, я видел, как ты появился, был на твоих родах, я когда увидел твою мордашку красную, я подумал, слушай, как на меня похож, это шок вообще, это просто шок. Я помню, врачи позвали меня, говорят, ну можете подержать, я такой взял, остановись, земля, просто, остановись, земля, сын в моих руках! Я помню, там еще до твоего рождения шла такая битва, как тебя назвать, все на меня, а я уже знал, его зовут Исаий. Имя такое достаточно редкое, там меня вынесли, все мне мозги, что ты ребенку жизнь портишь? Все, да-да-да-да-да. У тебя как твоя жизнь вообще, нормально? Все хорошо. И не спутаешь ни с кем? Нет, Исаия просто. Знаете, это было откровение, я сейчас что-то скажу и помолимся. Оставалось месяца три до его рождения, я помню, был в собрании в одной церкви, и там вышли на покаяние люди. Один мужчина, он так обливался слезами, он там так каялся, все, он просто, видно было, так его отец сокрушил там. И пастор той общины, он спросил у него, как вас зовут? И он говорит, Исаий. И я в этот момент слышу, и знаете, вот как это бывает, начала молния умножаться с неба, я думаю, в голове. И говорит, назови так сына. Я думаю, какое имя, ну, там видно, ну, почему так? Но имя мне понравилось. Я думаю, вау, я даже не знал, что такое имя есть вообще. Не Исаий и я, хотя очень пересекается, да, с озвучным. И я все, я всем объявил. И людям начали цениться сны, что именно так и надо назвать. То есть я не доказывал, доказывал отец. Я думаю, что будет этот ребенок? И я помню, моя бабушка, сейчас вам просто приведу, это пример интересный, когда отец что-то делает. Моя бабушка, она была в таком шоке от этого имени, что, говорит, я решила раскопать, что за Исаий. И кто-то ей сказал, да это пророк такой был, Исаия. Она открыла книгу Исаия, чтобы просто посмотреть, почему я так назвал сына. Прочитала всю книгу Исаия, позвала меня, говорит, я хочу принять Христа в свое сердце. Я думаю, он еще не родился, уже проповедует. Халилюя. Это было такое мощное. Это не единственное, это просто такое самое очевидное. Я думаю, да ладно. Слушай, ты еще здесь? Сынок, я все время, знаешь, сейчас уже будем молиться за наших детей. Ты с нами тоже помолишься, да? Ему сегодня 15. Такая, знаете, кругленькая циферка такая. Он сегодня здесь, все в школу пошли, а он тут ходит. Твои одноклассники тебе не пишут? Писали, ты делся, а ты такой, ха! Отец такой, отец, да? И вот, друзья, вот Оля свидетель и многие другие, я всегда говорю о нем. Не просто, когда я с ним встречаюсь, я ему говорю, о, сынок, ты такой молодец там. И иногда просто меня вот заходит и говорит, у меня такой сын вообще. Такой хороший сын у меня. Знаешь, я даже не знаю, что он там делает, может, шкодит в школе. Мне все равно, сын у меня хороший. И я вижу там иногда, как он находит, ну, так идет, и я просто думаю, вау! Мой сынок, знакомое тебе что-то? Я сегодня, когда думал об этом, просто наслаждался тем, что его присутствие в моей жизни. Я думаю, даже как хотелось просто сказать спасибо, что он избрал быть моим сыном. С неба сошел, чтобы быть со мной. Вот я так на это смотрю. Если бы каждый смотрел на своих детей вот так, Представляешь, что они когда-то приняли решение доверить тебе свою жизнь. Отец согласился, они согласились. Все, кто знает, что мы с неба сошли, из вечности пришли. Просвещенные светом. Как сегодня помазанники наши говорят, ну, что ребенок так делает? Да потому что он только с печки, а не все там так делают. Ну, с печки я имею в виду, как небесный пирожок. Выскочил такой, он еще там, а тут, ну, смотришь, все уже такие ноги. Уже заснувшие такие. И он такой... И потом начинает ходить, как все. Ну, чтобы не выделяться. Но сегодня мы сделаем так... А где она уже делала? Но сегодня мы сделаем так... Сегодня, я имею в виду, в день называем иными. Что не делать вот так, это будет что-то странное вообще. Ты чего? Мы подойдем к нему и скажем, ты чего, из меня штаны наделал? Ты что, чего ты не... Наоборот, давай, давай. Ой, ничего, что я так говорю? Нормально. Ну, по сравнению с тем, что ты мне сейчас сказал, это еще нормально. Поэтому, друзья, я хочу сейчас помолиться за детей. Независимо, какие у тебя отношения. Независимо, что происходит у тебя с детьми, с сыном, с дочерью. Я сейчас буду высвобождать это помазание, чтобы потряслись все темницы, если они есть. Чтобы возросла слава, которая уже есть на твоих детях. Чтобы ты вспомнил, употребив свое новое прошлое, новую память, что дети, они не из тебя вышли, они сошли с неба, чтобы быть с тобой малое время. Я однажды, знаете, у меня еще есть дочка, она сейчас учится в Корее. Просто сама всего добилась, ничего никто не тягал ее, ни на что платное. Села, поступила в один университет, поехала в Корею учиться. И сегодня, когда спрашивают, иногда говорят, ну, вот такая дочка умная. Ну, я говорю, ну, я тебе хочу сказать. Ни разу за все ее 20 лет, почти 20, тоже в сентябре будет. Никогда я на ее мозги не сказал ничего плохого. Ни единого разу не сказал, ты тупая там, или ты не соображаешь, или еще. Вот такие вещи. Берег свои уста просто. Для меня это было, как просто проклясть голову. Никогда. Никогда. Ни разу на ее разум, на ее мышление, на ее сознание ничего не сказал. Наоборот, всегда говорят, ты глубокий человек. Ты пророческого духа личность. Ты так все видишь. Она говорит, ну, из-за этого у меня друзей мало. Я говорю, да плевать на друзей. Потом все захотят быть твоими друзьями. Смотри на меня. Аллилуйя. И сегодня она соображает. И сегодня я говорю, у меня хороший сын. Пересмотри, может быть, ты наговорил уже. Но сегодня я высвобожу помазание, и все, что ты говорил, плохое, разрушится. Все, что ты говорил, хорошее на своего ребенка, умножится. Я сегодня просто высвобожу помазание на твои хорошие слова, и они дадут всходы. Ускоренные всходы. А всякое растение, которое не ты насадил, а просто так тебя спровоцировало. Какое-то давление. Дьявол, называй это, как хочешь, искоренится во имя Иисуса. Аллилуйя. Давай поднимем наши руки. Отец, ты такой Отец. Всякая фамилия на небесах и на земле, она от тебя. Эй, всякая фамилия, всякое отечество, которое именуется на небе и на земле, оно от тебя. Ты Отец. Отец. Всякое проявление отцовства, через кого бы оно ни происходило, это наш Отец. Это дает нам почувствовать себя богами для своих детей. Благотворящими, милующими отцами. Отец, я высвобождаю помазание на каждое семя доброе и говорю, всходи быстрей. Я высвобождаю помазание на всякое семя зло и говорю, иссякни. Да не будет от тебя плода вовек. Как Сын Божий я говорю, да не будет от тебя плода вовек. Я аннулирую прямо сейчас всякое проклятие, высвобожденное на разум твоих детей, твоего сына или дочери. Независимо из чьих уст это сошло, вели ли речивых, родительских или еще чьих-то. Я говорю этому семени не будет от тебя плода вовек. Во имя Иисуса я прямо сейчас проклинаю духи шизофрении, плохой памяти, контроля на разуме, отсутствие сообразительности, цепкость ума. Это все семена злого. Я говорю, да не будет от тебя плода вовек. Духи безумия, прочь, прочь, прочь. Отец, я изливаю сейчас твое помазание на разум детей. Разум, который определяет их будущее, разум, который определяет их хождение в видимом, помазание определяет. Помазание течет через сознание прямо сейчас. Возложи руки на голову своего сына или дочери в духе сейчас, если их нет рядом. Возложи, как власть имеющий, как сын всемогущего Бога, как тот, кто призван являть отца. И яви в его разум сейчас всю силу отцовства. Отец, я благодарю Тебя, что сила Твоего отцовства, Твоя животворящая сила, она сейчас наполняет сознание наших детей. Наполняет их тела, члены их тела, глаза, каждую мысль. Делай их доброй почвой для Твоих чудес, для проявлений царства. Именем Иисуса. Именем Иисуса. И теперь благослови голову своего ребенка. Просто скажи, у тебя золотой мозг. Ты сверхъестественный. Ты невероятный. Ты потрясающий. Я сейчас это говорю не для того, чтобы просто сделать ритуал. Ты увидишь это своими глазами. Я говорю тебе Духом Божьим. Высвободи еще несколько прекрасных слов на его голову. С наслаждением скажи, вау, умняшечка. Ты гений. Ты просто золотой мозг. Идеальное сознание. Аллилуйя. Еще скажи, еще скажи. Понаслаждайся этим. У кого-то сейчас рушится это отчуждение между родителями и детьми. Отчуждение рушится. Аллилуйя. Эс. Скажи, благословляю. Теперь возьми его за лицо, подними. Посмотри, посмотри его в глаза. В духе делай это. Сейчас увидишь. О-о-о. Видишь? Возьми просто за лицо, посмотри в его глаза. Увидь в глубине его глаз отца. И скажи, отец, я вижу тебя. Он не нечестивец. Он не грешник. Он не земной. Он небесный. Отец, я вижу тебя. Отец, я вижу тебя. Я вижу тебя в глазах своего сына. В глазах своей дочери. Это невозможно отменить. Ты сейчас даешь через этот взгляд силу в его внутренность. Прямо отец его присутствия растет. Пока ты молишься здесь, присутствие, переживание отца растет внутри твоего ребенка. Я тебя учу, делай все время так. Я своего сына вижу и днем, и ночью перед своими глазами. И говорю, хороший у меня сын. Скажи на своего ребенка. Хороший у меня сын. Хорошая у меня дочь. Ах, такая любовь, да? Давай отцу славу дадим. И еще. Так совпало. У моей одной из духовных доченик тоже сегодня день рождения. Иди сюда. Иди сюда, дорогая. Это Танечка Козерская. Она с нами уже много лет. Тут видишь, сегодня цифра 15. 15, понял? Ну, это как бы моему сыну 15. Ну, я думаю, тебя эта цифра не удручает. Главное, чтобы местами там. Хотя, вечная юность, это тоже тебе. Я тебя поздравляю. Спасибо за твою верность, что ты рядом столько лет. Это цена, когда люди с нами доверяют нам и находятся рядом. Бывали моменты, когда там и рядом сильно немного людей. Ну, Танечка всегда была такая. Перцу давала. Иногда так сильно ревновала о моем служении, что я боялся, что все люди разбегутся. Могла стоять на входе и как это, типа... Так, ты недостоин идти отсюда. Таня, с днем рождения, споем? С днем рождения тебя! С днем рождения тебя! С днем рождения, Таня! Поздравляем тебя! С праздником, Танюша! Споем? Это уже в сыночка вцепилась. Молодец. Мне так понравилось. Вы ее там засняли вообще, нет? Еще есть день рождения? Так, давайте. У нас тут у всех сегодня день рождения. Один родился, значит, все родились. Это наша одесситка, Екатерина Павловна. Ей сегодня 77 лет. Благодарю за это, что я познала недавно, совсем недавно, открылась сама, открылся мне самим человеком. Я познала эту радость. Спасибо. И с днем рождения тебя! С днем рождения тебя! С днем рождения поздравляем! С днем рождения тебя! Радуйтесь, всегда радуйтесь! Радуйтесь, всегда радуйтесь! Ещё говорю вам, сразу и день Радостная, совершенная Богом не пресс, как на место и на место Сила радости, мой Бог, мой Бог Сила радости, мой Бог со мной Понял я в этом мире, зачем нужно жить Чтобы счастье другие подарить Сила радости, мой Бог со мной Сила радости, мой Бог со мной Понял я в этом мире, зачем нужно жить Чтобы счастье другие подарить Радуйтесь всегда, радуйтесь И ещё говорю вам Радуйтесь! 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 Сила наша! Сила наша! Сила наша! Сила наша! Постой, не садись! Можешь поднять свои руки! Отец, я благодарю тебя! Дух Святой хочет послужить сейчас людям, послужить своему храму, только клавишем не сделайте! Аллилуйя! Аллилуйя! Отец, я благодарю тебя и власть твоя проявляется на этом месте! Помазание начинает проявляться в теле, оно течет, течет, течет! Можешь чувствовать сейчас эту тяжесть, она потихонечку наливает твое тело! Этот Дух Святой проявляется как исцеление, как свобода и восстановление прямо в теле! Особенно, я прошу тебя, чтобы ты не концентрировался на том месте, где у тебя сейчас проблема, а концентрируйся на переживании помазания! Тогда оно исцелит намного больше и восстановит намного больше просимого! Находись в состоянии благодарения! Слава, 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 Отец! Слава, 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 слава! Отец, я благодарю тебя! Прямо сейчас сокрушается всякий артрит, артроз, все, что ограничивает подвижность и мешает танцевать! Сейчас сокрушается всякая немощь, связанная с подвижностью! Когда ты чувствуешь, что в тебе течет помазание, сейчас, когда я говорю это, проверяй свои конечности, руки, ноги, спину! Грыжи, позвоночники сейчас просто выстреливаются! Можешь чувствовать подстреливание, это значит, что они отваливаются, отходят от позвоночника! Во имя Иисуса! Духи, атакующие тело! Я разрушаю ваш контроль прямо сейчас! Я повелеваю, отстань от тела! Отстань от тела! Во имя Иисуса! Во имя Иисуса! Сила Божья течет по позвоночнику прямо сейчас! Это легко ощутить! Можешь чувствовать, как укрепляется сейчас позвоночник! Спина выравнивается! Во имя Иисуса! Это легко! Это легко! Это легко! Отец Слава! Славься, Отец! Славься, Отец! Славься, Отец! Славься, Отец! Славься, Отец! Тело исцеляется прямо сейчас! Прямо сейчас! Особенно если ты чувствуешь, как у тебя происходит сейчас исцеление Выс, высоко руки поднимай И написано, исцеление возрастет Возрастает исцеление в теле прямо сейчас Все высоко поднятые руки Для меня свидетельство, что вы переживаете помазание в теле И поэтому я говорю Будь исцелен полностью во имя Иисуса Во имя Иисуса Имя Иисуса сейчас совершает животворящую работу, действие в теле Именно в теле, именно в теле, именно в теле Опухоли, кисты, наросты во имя Иисуса вон Прямо сейчас сдувается Все, что я перечислил сейчас Уходит, уходит, уходит Я сейчас вижу легких исцеления происходит Верх легких, верхние части легких Там было поражение какое-то сейчас Ты можешь почувствовать, как прямо открылось дыхание Это свобода Это свобода Разрушение ушло прямо сейчас Сердце, я вижу сейчас прикосновение к сердцу Кто-то может чувствовать, будто бы сердце расширяется Это исцеление Это исцеление Это исцеление Внутренние органы Пошло движение во внутренних органах Помазание Божье прямо сейчас Наполняет и обволакивает Можешь почувствовать, как горячая субстанция, густая, внутри наполняет Это помазание Сила Божья совершается внутри тебя прямо сейчас Спасибо, Отец Чуть-чуть тише Сейчас положи на себя руку там, где болит Если есть проблема какая-то Отец, твое помазание сейчас движется прямо Прямо в руке У меня ладони сильно нагрелись сейчас Можешь принимать свое чудо Особенно если ты чувствуешь, что твои ладони так же сейчас нагрелись очень сильно Либо тяжесть появилась Это помазание на чудо Прямо сейчас Принимай свое исцеление Легко Просто я исцелен И симптомы уходят Я исцелен, и симптомы уходят прямо сейчас Я исцелен, и симптомы уходят прямо сейчас Легко 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 По руке твоей течет эта сила и говори легко Халлилюя Отец, я благодарю тебя Сейчас давай поднимем руки Пускай слава Божья сейчас течет прямо сквозь твое чрево Сейчас увидел, женская сфера исцелилась у кого-то Конкретно матка исцелилась сейчас Во имя Иисуса Отец, спасибо за это исцеление Просто прими сейчас решение, что ты будешь свидетельствовать Обязательно все расскажешь Не будешь бояться никаких предрассудков Как только ты увидишь, что симптомы ушли На самом деле Либо врачи подтвердят твое исцеление Скажи, я обязательно буду рассказывать Обязательно Слава Божья будет просто окружать меня Сиять вокруг меня И мое свидетельство поможет исцелению еще тысячам людей Отец, сейчас ангелы твои Держи руки поднятыми Сейчас ангелы будут приступать и служить Ты можешь сейчас время, когда ты можешь видеть Прямо глазами своего духа Возможно и физическими легко Видеть ангельские существа Они уже здесь Отец, я благодарю тебя Есть ангелы знамений Ангел знамений Очевидных чудес Отец, я благодарю тебя Слава твоя движется через сына Слава сейчас движется через сына Как одна мощная дверь Духа на этом месте Ангелы твои исходят сейчас Идет такая интенсивная циркуляция Ангелы сходят Слава, слава, слава Слава, 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 слава Ангелы сходят Ангелы сходят Ангелы сходят Отец, ты заполняешь это место сейчас ярким светом Ангелы сходят, ангелы сходят Сила просто разливается сейчас Можешь начать петь со мной на языках сейчас Я вижу, как свет разливается сейчас в помещении Самое время для сверхъестественных переживаний Просто обнаружь себя сейчас на этой горе, где мы находимся Не блуждай умом сейчас, просто входи в это Входи в это Давай будем петь на языках, пусть свет повысится Пусть он взойдет над нами Это надо видеть просто Пусть он взойдет сейчас в помещении Мы для этого здесь Переживай славу Пусть он взойдет сейчас в помещении Пусть он взойдет сейчас в помещении Я вижу, как многие уже переживают сильно это помазание Текущий свет в твой дух Пусть он взойдет сейчас в помещении 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 Слава, слава, слава Пусть он взойдет сейчас в помещении 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 Я рада си Симана спи Не особо не киада с ума беда Симана ла ла маста бра ла ра дэй ра ла на спи Не ше я босу Примана спиара не фуре си фрея Ти на ла ла дэхиара ла бреда си Ще ла рама самбунафийабе сая ребрия Ясана бхи Ясана бхи Отец, слава Тебе, Отец, слава Тебе Спасибо, что ангелы Твои посреди нас С этими поднятыми руками Я сейчас вижу, как они стоят От груди своей выше Тел человеческих Поднятые руки У некоторых в руках есть оружие Кто-то вижу с такими крыльями Есть ангелы, у которых нет крыльев Эти славные ребята пришли сюда Побудь сейчас в этом окружении сознательно Отец, я благодарю Тебя за это высокое место Твоей славы За это чудесное место Твоего присутствия За обилие света Обилие течения Твоей природы здесь Я благодарю Тебя Благодарю Тебя Я еще вижу, как сейчас течение Божьего света Оно влечет 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 еще сознание Как будто есть те, кто Ну как пропускает это мимо Дай себя увлечь Это просто новый мир для тебя Помазали 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 Отец Твоё царство над всеми царствами Благодарю Тебя, что сила Твоя без всяких ограничений Течет Течет Через каждого Сила Твоя, могущество Твоё течет И являя дух и силу Точусь Сейчас увидел в затылке у кого-то проблема ушла Это служение духа, служение ангелов Это служение духа, служение ангелов Аллилуйя Аллилуйя Слава, слава, слава Отец, я благодарю Тебя Благодарю Тебя за безмерное величие Твоё Могущество Твоё Отец, пребывающий во мне Он творит дела Скажи это Отец, пребывающий во мне Он творит дела Отец, пребывающий во мне Он творит дела Отец, пребывающий во мне Он творит моё тело здоровым Отец, пребывающий во мне, наполняет круг моей жизни своим светом и преуспеванием Своим светом и своей славой Отец, пребывающий во мне, делает мою жизнь очевидно успешной И на сына в лобе сопли Я сейчас сильно чувствую, как ток по рукам идет Если ты чувствуешь, что ток по рукам идет Не упускай этот момент, он хочет тебе продемонстрировать что-то Либо возложи на себя руку, где там проблемы Либо просто простри свой перст на ту сферу жизни, которая нуждается в силе Божьей В воскрешении, в потрясении Просто протяни перст и скажи Я перстом Божьим изгоняю демонов И приношу царство в эту сферу Если ты почувствовал, Вадим, когда я это говорил, что у тебя идет как бы ток по рукам Поднимай вверх руки сейчас Давай высвободим это здесь, на этом месте Отец, мы благодарим тебя Вдвоем мы в десятки тысяч раз Являем славу Втроем, вдвоем Присутствие и сила посреди нас Аллилуйя Пусть твоя свобода просто захлестнет Сегодня и завтра Каждому Давай эту славу дадим Аллилуйя Давай громче это сделаем Аллилуйя Обними кого-то своими электрическими руками Наполни его своими молниями Скажи, все, что не отец насадил Искореняется прямо сейчас А все, что отец насадил Возрастает интенсивно Благополучно Без всяких ограничений Амин Аллилуйя Аллилуйя Ты не устал славить нашего отца? Нет? Нет Ну, Илья не устал Молодец Вы знаете, как Илья должен славить отца? Это же вообще А он вот служит, стоит За камерой Вы все молились за него Когда его в тюрьму хотели посадить? Или нет? Представляете Ехал сюда Его задержали И сказали Два года тебе впаяем И все Арестовали Увели, короче И мы с ходатаями поднялись Пока у него еще был телефон Я ему написал Сыны свободны Какая тюрьма Он нам еще написал Чем ему угрожают Я говорю Не принимаем Не сбудется Не состоится И похожие вещи писали И мы другие Всех благодарю Кто молился И вот он здесь Представляете Как бы мы тут праздновали Вот я, например Знаю, что он ехал ко мне на уединение Его в тюрьму посадили Да это все Я бы уехал просто Нет Нет Мы бы его даже Вот находясь все вместе Здесь Вытянули бы оттуда Амэн Правда? Амэн? Потому что сын пришел Что? Распахнуть темницу Отпустить измученных Он такой не сильно На измученного Похожками Стадик разнесем Ха-ха-ха Халилюя Класс Друзья Сегодня У нас будет Все о престоле И сознании Я сегодня Вот В этом В этом блоке В конце Буду молиться За сознание Это будет Очень сильная Такая Молитва Созерцательная Пророческая Помазанная Я верю всем сердцем Что У тебя после этого С воплощением Божьих вещей В жизни Пойдет Намного Быстрее Это Вау Помазание пошло Дай постою Под этим душем Ты любишь Помазание вообще? Я просто Иногда вот молюсь И я вижу Когда люди Они переживают Помазание Вижу Когда они переживают Я всегда смотрю на тебя Кто не переживает Думаю Че такое вообще Понятно У меня уж Злость такая Иногда бывает А ну переживай Я сказал Почему? Во многом Это зависит От тебя Когда Я вот Ну у меня есть видео Где я учу Прямо переживания Когда Вы смотрели Мои последние Два видео За помазание? Некоторые Смотрели Законспектировали Кто не Конспектирует Это вообще Я не знаю О чем вы думаете Не Ну нормально Вот я Конспектирую Своё видео Серьезно Мы были В Каунасе В июле Когда отец Я ходил Молился Туда Сюда Вам понравилось Очень быстро Врубиться О чем Учит Андрей Яковишин Возьмите Каунасское Уединение В июле Там просто Вот Такие Бомбы Концентрированные Десяти минут Любого из этих Видео Хватит Чтобы наполниться Духом И вообще Просто Летать от счастья И вот там Перед этим Вот это реклама Пошла Пиар А что еще Рекламировать Ну скажите Что Я тогда буду Рекламировать Что есть лучше Вообще Нет Для меня Ничего лучше И для тебя Тоже лучше Знаете Вот Сын Божий Пришел Когда истину Проповедовал Он так и говорил Я знаю А вы не знаете Фарисеи Ничего Вы не знаете Поэтому Говорит Слушайте меня И все время Приделывал людям Уши Говорит Имеющие уши Слушай Они все Друг на друга Смотрели Да мы все Тут имеем уши Он такой Не все Не Не Так вот друзья Почему я так говорю Перед тем Как выходить В это уединение Служить В Каунасе Я ходил По комнате Я всегда Прошу Чтобы меня поселили В какую-то просторную комнату Потому что я хожу Когда молюсь Кто еще ходит Когда молится Все Вы мои друзья Вот я хожу Туда-сюда И вот я ходил Туда-сюда И вдруг Отец Мне проговорил Прямо Голосом Вовнутрь Слушай Слушай Свои видео Я такой Так я их и так знаю Он говорит Сына Голос Слушай Свои видео Я говорю Ничего себе И вот после того Как я принял Это откровение Вышло Каунас Каунское уединение Классное Амэн Поэтому Слушай Мои видео Давай Отцу Слава Дать Наверное Обычно Так не говорят Обычно Говорят Ну знаете Тут Выбирай Сомнение Это все Прошлый Я тебе говорю Слушай Мои видео Аллилуйя Итак Друзья О сознании Мы сегодня Затронем Такой момент Я буду На первом Вот этом блоке На втором Точнее Говорить О воплощении Скажи Воплощении О сознании О зрении И на втором Мы плавно Переместимся К таким Понятиям Как высвобождение Энергии Тебе нравится? Вы знаете Что Я Честно говоря Вот Слышал Как утром Эстер Говорила Что Вот Андрей Такой умный Не успеешь Одно законспектируется Он еще Три Вд Ребята Я сам За собой Не успеваю Я сейчас Вот знаете Как Тренируют Беговую Лошадь Ну Это просто Один из Обых Конечно Я не Лошадь Я Орел Вот Но Ее Тренируют Я иногда Себя Так Ощущаю Ее Берут Ну Не Беговую А Вот Как В Тройке Ездят Ставят Две Опытных По Бокам А Эту Посередине Поджать ноги И не мешает Ну Точнее Она Учится Быстро Быстро Перебирать Ногами Толку От нее В этой Поездке Никакой Да Больше Когда она Делает вид Что она Тут тоже Что-то тянет Но Это Поначалу Вот Иногда Когда Скорость Увеличивается Ты Вот Похож Сам себе Похож На такую Лошадь Ногами Перебираешь Вроде Как В теме Но Понимаешь Что Сильно От тебя Ничего Не зависит Вот Я себя все время Так чувствую Поэтому Когда Что-то Приходит Я Просто Это Выдаю Есть Версия Такая Что Надо Сначала На себе Проверить Как Оно Все Действует Но Некогда Будем Все Вместе Проверять Амин Я Просто Точно Знаю Оно Находит Своего Пользователя Тот Кто Хочет Этим Пользоваться И Принесет Плод И Сегодня Мы Будем Гореть За Сознание Скажи Сознание Поехали Отец Я Тебя Прошу Пусть Никто Не Спит Сознание Друзья Мои Вот Когда Я Все Ремя Говорю За Сознание Разум Самая Большая Битва Всегда Начнешь Там За Помазание Все Таки Веселенькие Становят Как Только За Сознание Вот Эта Птица Начинает Летать У Людей Сразу Ну Врубается Какой-то Контроль Там Еще Что Поэтому Следи Как Слушаешь Именно Когда Иисус Проповедовал За Сознание Он Говорил Имеющие Уши Следите Как Слушаете Глазами Смотрите Амин Поэтому Глазами Смотри Повернись Кому-то Скажи Слушай И Глазами Смотри Тем Более Что От Того Как Ты Сейчас Слушаешь Будет Очень Сильно Зависеть Что Ты Получишь В конце Когда Я Буду Молиться Потому Что Конкретно Я Буду Друзья Мы Не Не Играем В Игры Серьезно Ну Все Серьезно И Несерьезно На самом Деле Я Цель Моего Служения Одна Из Целей Чтобы Ты Был Успешен Потому Что Все Остальное Рано Или Поздно Закончится Если Ты Будешь Успешен Когда У тебя Все Будет Получаться Не Так Как У Всех Это Вообще Вот Возможно Ты Не Будешь Даже Слушать Меня Впоследствии Но Ты Принесешь Плод Отцу Меня Вот Это Волнует Поэтому Вот Я Не Боюсь Что Ты Станешь Успешным Я Не Боюсь Что Ты Даже Станешь Успешнее Меня Или Там Вообще В Какая Самая Главная Первая Притча Которую Рассказал Сын Божий Когда Пришел Ух Ты Ну Много Притч Рассказывал Разных Как Вы Думаете Какая Из них Самая Главная Брачный Пир Сеня Кто Что Так Все А А А А А Блудном Сыне Правильно А Сеятель Скажи Сеятель Я Сегодня Хочу Ваше Внимание Потому Что Очень Много Проповедей На Тему Берут Учения Разбирают Первое С чего Начать Хочу С того Что Эта Притча Она Основная Смотрите Когда же Остался Без Народа Марка 4 Глава 10 Стих Вы же Любите По Библии Когда же Остался Без Народа Окружающие Его Вместе С Двенадцатью Спросили Его О Притче Когда он Просеятеля Рассказывал И Сказал Им Вам Дано Знать Тайны Царства Божьего А тем Внешним Все Бывает В Притчах Так Что Они Своими Глазами Смотрят Скажи Своими Глазами И Не Видят Своими Ушами Слышат И Не Разумеют Да Не Обратятся И Прощены Будут Им Грехи И Говорит Им Не Понимайте Этой Притче Как Вам Уразуметь Все Притчи Сеет 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 Слово Сеет То есть Иисус Делает Несколько Заключений Он Говорит Они Просто Смотрят На Все Своими Глазами Поэтому Не Понимают Слушают Все Своими Привычными Ушами Поэтому Ничего Не Понимают Но Обращаться К Тем Кому О ком Объявил Что Дано Знать Тайны Говорит Вы Это Не Понимаете Смотрите Тайны Царства Божьего Говорит Начинаются С Этого Если Вы Этого Не Понимаете Все Остальные Притчи Вы Не Поймете Видите Это Это Притча Номер Один Это Принцип Номер Один Это То С Чего Все Начинается И Он Говорит Им Друзья Мои Не Понимаете Этой Притчи И Так Случилось Что Однажды Я посмотрел Это Слово В Оригинале Не Понимаете И Очень Интересную Вещь Обнаружил Не Видите Не Созерцаете То Он Говорит Когда Я Вам Это Говорю У У У Зрение Не Работает Так Если Это Притча Это Притча О Зрении Если Вы Сейчас Не Включитесь Вы Вообще Ничего Не Поймете Хорошо Хватанул Да Он Говорит Если Вы Это Не Видите Вам Точно Надо Это Увидеть Потому Что То Что Вот Эта Притча Это Суть Глаза В Голове Потому Что Все Остальное Вы Поймете Если Поймете Это И Друзья Мои Это Притча О Зрении О Сознании Скажи Иными Словами Друзья Не Поймешь Ценности Сознания Все Пройдет Мимо Тебя Потому Что Верующие Аллилуйя Аллилуйя Потому Что Пройдет Все Мимо Или Что Я Не Понравилось Там Вы Молились Молились И В конце Вылез Какой То В Комментах Написал Сектанты Никто Не Заметил Ничего Не Удалил Так Короче Висит Этот Коммент Я Ну и Ладно Смотри Если Человек Не Понимает Ценности Сознания Иисус Говорит Если Ты Не Понимаешь За Все Что Будет Происходить И Сейчас Мы Увидим Материализации Не Будет Ты Ничего Не Поймешь Как Вообще Происходит Будет Точно Как С Этими Они Своими Ушами Слышат Не Хотят Понять И Притча Вот Эта Которую Он Рассказал Он А дальше Начинает Им Раскладывать Что Же Он Все Таки Сказал Это Было Такое Предисловие Чтобы Они Поняли Что Речь Идет О Глазах И Сознании Скажи Сознание Вот Соломон Друзья Был Такой Мужик Хороший Друг Наш Соломон Нет Это Не От Слова Сало Сало Украинцы Наверное Так Говорят Соломон Любим Мы Соломона Нет Прозрел Да Оказывается Соломон Это Наш Мужик Вообще Это Украинец Соломон Ел Сало Наел Мамон Вот И Получился Соломон Представляете Что История С Соломоном Сейчас Все время Буду Говорить Соломон У вас Созерцателей Будет Шматок Сала Представляете Что Соломон Это был Прекрасный На все времена Персонаж На котором Отец Показал Свое Отношение К личности Которая Выбрала Внимание Мозги Представляете Он говорит Что ты хочешь Он говорит Мозги хочу По сути Сознание Для управления Не надо Он знал Что все Воплотится Через этот факт Воплотилось Точно Точно Оказывается Ты думал Тебе золото Надо Тебе мозги Нужны Амин Скажи Мозги И Представьте Что отец Выбрал Соломона Чтобы показать Все благоволение К личности Которая Выбрала Сознание Вау Смотрите Вот так Проявится Всякая Личность Которая Выбирает Сознание Проявится Вот таким Колоссальным Успехом И там Знаете Религиозный мозг Он видит И благословил И дал И то И это Но по сути Соломон Все это Нажил Через Вот этот Орган Правда Там же не написано Что вдруг Он нашел Какие-то сокровища Он все Нажил Все Появилось Воплотилось Через Вот эту Коробочку Надо умными Становиться О боже Только не Это Мы это Думали Нет Друзья Мои Вопрос В том Что Мы это Говорили В Питере Там На Созерцательном Процветании Я не буду В это Углубляться Но смысл в том Эта коробочка Отвечает За воплощение Вот это Конкретно Перевалочная База Скажи Воплощение Посмотрим Внимание Внимание Я хочу Я хочу Чтобы ты Сейчас Увидел Это В таком Контексте Это Его Сознание Образ Мышления И он Берет Человеку Он Говорит Вот твоя Голова Это Как поле Я туда Бам И Воткнул Можешь назвать Это Частью Семенем Что-то От своего Сознания Я хочу Чтобы ты Понял Как это Работает И он Говорит За разные Там Виды Почв Столько Всяких Проповедей За это Да Также Он Иисус Говорит О своей Миссии Как О Миссии Вернуть Глаза Человек С Этой Штукой В его Поле В его Сознании Начинает Видеть Все По-другому Мы Вчера Об этом Говорили Скажи Глаза И Вот Глаза Сознания Как мы Вчера Говорили Они Все Воплощают Через Них Происходит Реальное Изменение Вокруг Тебя Это Не Философия Это Реальные Факты Мы Сейчас Это Увидим И Самое Главное Что Это Происходит Друзья Мои Мы Любим Это Слово Само Скажи Само Полегчало А мы Думали Умными Надо Становиться Оказывается Само Все Произойдет Иисус Вы Почитайте Эту Главу Я вам не буду Я сейчас Перечитывать Он Говорит Нет Ничего Тайного Что Не Стало Бы Явным Первейший Принцип Воплощения Он Говорит Все Что Сюда Заходит Вот Это Тайна Оно Все Станет Явным Это Было Сказано И До Него Он Говорит Что Человек В голове Такой Он И Есть Итак Все Что Входит В голову Внимание Все Что Входит В Это Поле В Это Сознание Вот Это Оно Предназначено Проявиться И Оно Проявится В Любом Случае Амин Он Потом Рассказывает Такие Вещи Говорит Вот Смотри Когда Посеяно Семя Говорит Человек Ничего Не Знает Он Пришел Вышел Зашел Посмотрел И Не Знает Как Это Растет Не Знает Скажи Не Знает Он Не Знает Как Это Растет Но Это Растет И В Один Момент Он Говорит Вдруг Вышел Видит Колос Он Потом Зреет Выходит То есть Человек Для этого Не Прилагает Никаких Усилий Говорит Вот С этим Делом Точно Так же Я Беру Божье Сознание Насаждаю В Твое Поле И Оно Растет Как Оно Растет Ты Не Знаешь Это Томит Больше Всего Самое Интересное Что Ты Не Видишь В Этом Поначалу Никакого Воплощения Но Это Тайна О Которой Сказана Следующая Фраза Имеющему Приложится И Умножится Иметь В сознании Скажи В сознании Иметь В сознании Это И Есть Залог Воплощения И он Говорит Для этого Не нужно Физически Стараться Что-то Делать Оно Взрастет Само Однажды Ты Это Увидишь Амин Еще раз Ничего Нет В сознании Тайного Что Не Проявилось Бы Наружу Вот Это Очень Важно Ничего В сознании Нет Тайного Что Не Проявилось Бы Наружу Скажем Ооо А ты Хочешь Чтобы Все Что У тебя В сознании Проявилось Наружу Ой Лучше Пусть Вообще Ничего Не Проявляет Не Дай Бог Вообще А А Чего Представляете Что Он Говорит Что Вот Это Сознание Бога Которое Я Насаждаю Оно И Есть Та Тайна Которая Предназначена Проявиться Наружу Само Так А в чем Тогда Дело А я Тебя Спрашиваю А в чем Дело Ну Понимаешь Там Еще Рядом Что Может Расти Кто Его Знает Что Там Проявится Так Он Конкретно Говорит Что Я Тебе Насаждают Осознание И Сознание Бога Оно Проявляется Как Росток Потом Оно Вырастет И Говорит И Будет Больше Чем Остальные Деревья Помните Про Горчичное Зерно Горчичное Говорит Специально Приводит Пример С Горчичным Зерном Потому Что То Что Насаждает Бог В Сознание В Глазах Всего Мира Кажется Незначительным Он Так Что Ты Там Что Ты Там Но Говорит Когда Оно Проявляется Все Так И Начинаю Завидовать Да Да У тебя Было Такое Я Так Надеюсь Что Когда Нибудь Будет Горчичное Зерно Меньше Всего На Старте Но Больше Всего На Финише Сознание Бога Всегда Воплощается Внимание В Большие Вещи Из-за Этого И Узнаю Что Сначала Это Было В Тайне Вы Тут То Что Я Сейчас Говорю Друзья Это Очень Важно Потому Что Мы Сейчас Будем Бомбить Твою Почву Мы Ее Очистим Я же Спросил Вы Хотите Чтобы Взошло Все Большинство Серьезно Все Что Взошло Вот Прям Все Все Нет Вот Это Хочу Вот Это Не Хочу Очень Много Точно Так же Помните Да Лукавый Он Тоже Он В Сознание Это Я Забегаю Вперед Сыны Полностью С Лукавым Мышлением Какие Сыны Люди Полностью С Лукавым Мышлением Потом Мы Еще К ним Вернемся Ну Понятно Почва Для Божьего Сознания Это Твое Мышление Твой Ум Как Известно Премудрость Обитает Где С Разумом Всех Кто Слушает Знает Давай Отцу Славу Дайте И Вот Он Внедряет Своё Сознание Точно Как Этот Камень Который Стал Горою Он Хочет Чтобы Его Сознание Заполнило Все Твои Мозги Для Чего Ты Посмотришь Какой Прекрасный Станет Твоя Жизнь Она Воплотится Тебе Даже Не Придется Для Этого Ничего Копать Предлагать Мы Кстати В Питере Очень Сильно Отговаривали Людей Работать Я Им Доказал Что Отец Он Любит Бездельников Вообще Все Короче Уходим А Кто Хочет Вообще Вот Работать Кому Нравится Работать Лопата Странно Откуда У вас Вот Это Такая Вот Такое Отношение Что Не Ну Лопата Это Как То Ну А Может Это В вашей Природе Так Заложено Оно Так И Заложено Отец Не Закладывал Любовь К Лопате Ни В Одного Своего Ребенка И Он Это Показал Ну Посмотрите На Притчу Про Эти Работа В Винограднике Помните Последние Бездельники Получили Столько Же Денег Мне Кажется Это Какое Благоволение Со Стороны Хозяина К Этим Людям Нет Нет Надо Подумать Ну Он Так Смотрел Если Человек Копает Он Говорит Ну Копаешь Вот Тебе Твое Заработал Но Этот Женег Копал А Говорит А Здесь Включаю Благоволение И Все И Первые Пошли Домой Уставшими Злыми Но Заработавшими Злыми Почему Так Вроде Ж Договарят Че Злой Жаба Никуда Не Делать Им Было Конкретно Сказано Ты Ж Выбрал Копать Ты Ж Хотел Вот Тебе Твое А Эти Последние Они Такие По Сути Там Времени Не Оставалось Он Подошел К Праздно Торчите То есть У них Было Настроение Такое Что Они Вообще До Конца Дня Сидели Домой Не Хотелось Может Там Сидели Играли В шашки Или Еще Подошел Говорит Празднуете Что Тут Или Что Да Никто Нас Не Нанял И Все Что Им Осталось Это Они Прогулялись По Винограднику И Время Уже Закончилось Ты Какой Хочешь Первый Или Третий И Он И Говорит Последние Будут Первыми Я Не Понимаю За Что Такое Благоволение К Бездельникам За Что Может Тем Самым Отец Намекает Что Ну Как Б Лопата Это Не Выход Кто Мне Потом Написал Все Я Увольняюсь Никаких Лопат Больше Я Такой Думаю Что Я Надел Ну Там Есть Условия Если Ты Не Хочешь Копать То Ты И Не Должен Просить Потому Что Есть Люди Которые Броси Лопату А потом Ходят Там Есть Че Не Так Не Пойдет Лопату Нужно Бросить Тогда Когда Ты Не Собираешься Просить Иначе Туда Копай Те Же Бездельники Не Просили Они Не Копали Но Они Не Просили И Все У Них Случилось Хорошо Амин Голодными Не Остались Еще И Первыми Их Назвали Класс Ну Что Ты Бросаешь Работали Амин Давай Адзу Славу Дадим Итак Сейчас Нужно Усвоить Друзья Сознание Твой Ум Твой Мозг Твоя Голова Это То Куда Приходит Сознание Бога Сознание Бога Независимо От Твоих Усилий Проявит В твоей Жизни Успех Больше Чем У других Это О чем Говорит Павел Когда Он Говорит Не сообразуйтесь Веком Сим Преобразуйтесь Обновлением Ума И все Так Чтобы быть Хорошим Христианином Морально Выдержанным Правильным Нужно Обновление Ума И Что-то Там Забивают Свои Мозги Непонятно Что Думая Что Чем Больше Религия Не Напичкает Свою Голову Каких Цитат Еще Чего Тем Сильнее Они Будут Похожи На Христиан На самом деле Друзья Мои Иисус Открывает Тайну Воплощения Он Говорит Смотри Если Ты Не Дашь С Этим Сознанием Бога Сознание Бога Это Не цитата Из Библии Ребята Это Видеть Глазами Поэтому Он На Это Обратил Внимание Видеть И Он Говорит Если Ты С Этим Не Дашь Ну Плохо Поступить Если Это Останется В твоей Голове Он Говорит Про Эти Сорняки Камни Помните Мы Лупанем В конце По Этим Вещам По Камням У Нас Есть Для Этого Все И Он Говорит Самая Маленькая Выглядела Так Незначительно Даже Одно Какое-то Словцо Или Какая-то Истина Которую Ты Реально Увидел Она Говорит Взойдет Больше Чем Все Что Сеют Люди Кто-то Будет Сеять Деньги Труды Усилия Ну Говорит Представ Сознание Ребята Я не знаю Насколько Вы понимаете Насколько Это Бомбическая Вещь Я вам Хочу Сказать Созерцание Когда мы Начали О созерцании В принципе С точки зрения Внешней Деятельности Ничего Например Нового Делать Я не стал Как проповедовал Так и проповедую Как там Вел канал Так и веду канал Но Произошло Движение Сразу То Что Было Таким Незначительным За что Там Меня Знаете Столько Раз Критиковали Говорят Что там Созерцание Пытались Это унизить Что ты С этим Созерцанием Ну я взял Эти Глаза В свою Голову Вот как Он говорит Что Это Начинает Тебя Делать Зрячим И Защитил Это И тут же пошел Эффект Еще Вчера Вы знаете Я просто Привожу Это На Своем Примере Чтобы Это Не было А там Кто Знаете Вот давайте Так Мы до Этого Несколько Лет С Олей Рады Были Приехать Куда Послужить Ну хоть Куда Нибудь Потому Что Ну там Сидишь Дома Знаешь Когда Безвылазно Тебе нравится Сидеть Дома Безвылазно А мне Сейчас Уже И хочется Иногда Посидеть Дома Безвылазно Вдруг То Что Казалось Таким Незначительным Стало Опережать В росте Все Что Было До Этого Мы Это Защитили Мы Очистили Для этого Свою Голову Дали Этому Заполнить Своё Сознание И Оно Тут же Проявилось Материализовалось Мы Делаем Все То же Самое В бизнесе Это Работает Ты Будешь Тебе Будет Казаться Так А что Изменилось Как Ходил Я Вот Это По Налоговым Бегал Затрат Физических Будет Все Меньше Мышление Оно Само Скажи Это Слово Само Если Только Ты Это Поймешь Мой Друг Мышление Оно Само Воплощает Твой Успех Это Сделано Для Того Чтобы Никто Не Сказал Что Я Это Своими Руками Как Те Первые Я Я Просто Копал Ты Хочешь День И Ночь Мне Удивляют Вот Эти Вот Как Такие Состоявшиеся Миллионеры Вы Читали Их Вот Когда Нибудь Хоть Пробовали Книги Читать Не Читайте Они Все Дурят Реально Почему Они Много Чего Меня Вот Это Вот Смущает Знаете Что Они Говорят Та Я В Четыре Утра Вставал Годами Вставал В Четыре Утра И Я Такой Думаю Это Не Сходится Вот Соломон Например Говорит Время И Случай Он Не Вставал В Четыре Утра Наоборот Бог К нему Пришел В Четыре Утра И У Него Все Получилось Я Думаю Не Хочешь Ли Ты Товарищ Миллионер Усадить Меня В Лужу Чтоб Я Из Него Никогда Не Вылез Как Ты И Поэтому Рассказываешь Мне Сейчас Сказки Что Ты Трудился И Вставал В Четыре Утра Если Я Начну Это Делать Да Мне Конец Будет В Я Сплю А Внутренность Моя Бодрствует Любимый Друзья Еще Раз Мне Эту Мысль Важно Сейчас Просто Всадить В твои Мозги Сознание Это Поле Воплощения Поле Успеха Сейчас Земному Человеку Не Верится Что Смени Он Мышление Все Начнет Происходить Само Ты Тот же Люди Вокруг Те же Но Что То Изменилось Пошел Рост Он Говорит Ты Не Знаешь Как Это Растет Ну Просто Смири Ты Не Знаешь Как Это Зерно Что Там С Ним Но В Один День Вышел Ой И Все Это Китай Это Еще Ерунда Типа Там Все Там Зелень А Ты Уже Так Ну Не Было Вообще Ничего И Думаешь Ну Может Если Я Хоть Подрасту До Уровня Других Успехов Будет Неплохо Я По себе Знаю Ты Сразу Ориентируешься На Ближайшее На Естественное Ну Думаешь Хотя Бы Догнать Грешников Которые По Соседству Живут Ну Вот Ты Так Не Думаешь Но Иногда Вот Я Знаю Что Так Мыслишка Приходит Потому Что Иногда Когда Ты Начинаешь Это Нормально Друзья Это Нормально Потому Что Когда Ты У Слово Божье Созерцаю Что Ты Такой Бедный Если Ты Такой Умный Они Говорят То Есть Всячески Это Что Есть Внутри Тебя Оно Уничижается Даже Тобой Самое Маленькое У них Деньги Есть А у Меня Слово Божье Это Глаза В голове Сколько Можно Умничать Когда Уже Деньги Появятся Ты Не Знаешь Как Это Растет Но Я Тебе Хочу Открыть Тайну Которую Он Открыл Он Говорит Вам Тайны Знать Дано Поэтому Знать Мне Так Видно Чуть Может Он Так Не Говорит Поэтому Бестолочь Я Вам Рассказываю Я Шучу Он Так Не Говорил Он Говорит Вам Дано Знать Тайны Поэтому Я Вам Рассказываю И Говорит Если Вы Это Не Будете Сейчас Увидеть Если Вы Этого Не Увидите Вы Вообще Ничего Не Увидите Вам Надо Понять Что Вам Нужно Не Как Прочие Брать Лопату В руки Вам Сегодня Нужно Защитить Своё Зрение В голове Вот Это Насажденные Глаза Потому Что Я Пришел Вернуть Глаза И Это Является Вот Это Помазание Премудрость Там Как Хочешь Это Сознание Бога Сознание Бога Оно Сначала Выглядит Как Слово Пока Оно Превращается В твоё Мышление Сначала Это Мысли И Мысли Они Вот Как Он Пишет Они Имеют Такое Свойство Заглушить Их Можно Другие Мысли Насадить Можно Ничего С мыслями Можно Делать Что Угодно С Мышлением Сделать Невозможно Ничего Оно Уже Начинает Воплощать Видимо Амен Ты Здесь Вот Глаза Сознания Друзья Они Воплощают И то Что Казалось Тебе Вчера Незначительным Оно Не просто Сравняется С успехом Соседа Иисус Говорит Оно Всегда Будет Больше Почему Может И этого Недостаточно Никто Не поймет Что Это Сознание Бога Что Это Сознание Бога Если У тебя Ерунда Какая Он И у него Такое Нет Надо Чтобы У тебя Было Такое Чтобы Те У кого Что Рядом Растет Они Сказали Не Ну Это Бог Это Понятно Амен Сознание Скажи Сознание Бога Теперь Я хочу Чуть Чуть Поговорить За Все Таки За Твой За Твой Голову И Потом Мы Помолимся Погладь Ся По Голове Скажи Здесь Больше Соломона Писание Много Разных Вещей За Это Горит Он Говорит Кто Познал Ум Его Говорит Кому Открылась Мышца Кто Так Руку Положил И Отнять Не Может Боже Как Как Рас Вот Я Тебе Хочу Сказать Если Вот Реально Ты Когда Восхищаешься Своим Разумом Не Гордишься Не Надмиваешься Плотским Умом А Ну Смотришь Потому что Религия Она Всегда Учит Ты Тупой Не Доверяй Своей Голове Это Все Ерунда Вообще На Ум Свой Не Надейся Амин Иисус Тоже Говорит Они Ушами Своими Слышат Глазами Своими Ну У нас То Ум Чей Христов У нас Сознание Бога Поэтому Представь Он Берет В твои Мозги Помещает Свои Глаза А ты Горишь Да Не Буду Я По сути Вот Он И Приводит Пример Что Это Можно Заглушить Уничижить Что С С С С С Сделать Поэтому У тебя Уже Не Свои Там Глаза И Не Свои Уши Нельзя На Них Так Говорить Нельзя На Них Вообще Говорить Ничего Нельзя Им Не Доверять Наоборот Надо Культивировать Я Вот Больше Всего Люблю Говорить На Свои Мозги Золотые Мозги Скажи На Свои Мозги Золотые Золотой Ты Мой Человек Сейчас Я Хочу Чуть Чуть Сказать Об Этих Энергетических Преградах Смотрите Как Это Работает На самом Деле Писание Говорит Что Люди Отчуждены Некоторые От Жизни Божьей Где В Разуме Смотрите Отчуждение От Жизни Божьей Это Не Воля Божья Оторвать Тебя От Реки Жизни А Это Забитая Камнями Голова Через Которую Жизнь Божья Не Течет И Поэтому Ничего Не Воплощается Это Не Значит Что Этот Человек Мертв Но В Его Жизни Ничего Не Воплотится Вот Смотрите Давайте За эти Энергетические Блоки Я их Так Называю Вам Интересно Точно Смотрите Он Говорит О Терниях О Камнях И О Лукавом Который Крадет Так Смотрите Тернии Он Говорит Это Желание У Желаний Есть Голос Который Может Перекричать Сознание Всегда Борьба Сердце Одно Мозги Другое Мозги Как ни Как ни Странно Всегда Говорят Нормальные Трезвые Странно Вы Видите У всех У кого Происходит Конфликт Сердца Голова Они Все время Шутят Над этим Мозги Говорили Все в порядке Но Одно Место Требует Чудес Говорят О том Что Обычно Желания Как ни Странно Сильнее Звучат Чем Трезвый Разум Правда И он И говорит Что Желания Внимание Входя В человека Заглушают То Желания Это не то Что возникает Изнутри Тебя Он Обращает Внимание Он Говорит Желания Это то Что Входит В тебя А потом Начинает Глушить Все Теперь Когда Ты понимаешь Что Входящее В человека Желание Это Не просто Вопрос Морального Состояния Это Атака На Голову Это Не просто Сделать Тебя Аморальным Господь Тебя Отвергнет Он Говорит Нет Это Атака На голову Чтобы Не воплотилась Божья Вот Так Яснее Когда Ты понимаешь Что в этом Нет Отец Посмотрел Ай Что с тобой Говорить Вообще Как Был Ты Грешником Так И остался Ну Религия Так И Учит Типа И один Шанс И второй Да ты Что С тебя Взять Все Господь Больше Нет Когда он Говорит Смотри Это желание Оно Входя В тебя Оно Просто Атакует Твой Разум Чтобы Ничего Божье Не Воплотилось В твоей Жизни Оно Хочет Его Расшатать И те Из вас Друзья Кто Впадал В какие То Такие Вещи Вдруг Ну Последовал За Желаниями Потом Ты Понимаешь Ты Чувствуешь Ся Как Человек Которому Дали По Башке Потом Приходишь Всегда Где Я Шо Еще Время Уходит Чтоб Мозги Восстановились И снова Думали Как Надо Думать Не Так Все Просто С Мозгами Правда Два Отцу Славу Дадим И Именно Об Этой Почве Про Тернии Сказано Что Это Остается Без Плода Скажи Плод Без Плода Внимание Это Без Во Пла Щ Не Я Плод Это Воплощение Видимое Проявление Невидимых Процессов Желания Заходят Разрушает Божье Сознание В твоей голове И ты Продолжаешь Оставаться Верующим Ты не Умер Но Наружу Уже Ничего Не Выходит Ах Какая Жалость Правда Вот Это Самый Главный Враг Преуспевания Вот Эти Желания Потому Что Особенно Вначале Когда Еще Сознание Не Распространилось На Мышление Есть Мысли Отдельные Отдельные Божьи Мысли Еще Не Воплотились В голове Как Сознание Желание Это Самый Главный Враг Знаете Как Ну Там Петр Говорит Опасайтесь Этого Как Врагов Восстающих На Душу Похоти И мы Такие Привыкли Думать Об этом Религиозно Похоть Это Плохо Да Все Это Будет Аморально Да Нет Ты Просто В жизни Будешь Бесплоден Выбрал Знаешь Покормился Этими Желаниями Что На Паузу И Вместо Того Чтобы Вот Это Само Происходило Ты Там Занялся Стал С этими Желаниями Заниматься И так Далее Сегодня Когда Ты Это Знаешь Ты Вот Так Будешь Смотреть На Это Все Нет Нет Я Не Дам Себя Ударить В голову Не Дам Не Дам То И Самое Главное Зло От Вот Этих Вещей Это То Что Ты Остаешься Без Плода Воплощение Не Происходит И Ты Думаешь Я Сейчас Приведу Пример И Ты Думаешь Странно Я Живу В Откровении Вот Реально Вот Мне Ну Я Понимаю Бога Я Знаю Как Он Думает Чего У 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 Ты Тут И Он Говорит Просто Это Есть Но Это Не Прорастает Это Лишнее Амин Но У Сына Друзья Мои Я Знаю Что Уже Таких Вещей Бесплодных Знаете Что Такое Бесплодное Это Как Смоковница Вот Оно У Тебя Шелестит Листьями А Съесть Нечего Знание Есть Но Не Воплощенное Почему Вот Это Самый Главный Враг Верующих Людей Знание Есть Съесть Нечего Все Знаю О процветании Денег Нет Странно Да Странно Почему Потому Что Она В определенный Период Когда Еще Только Только Росток Появился Ты Решил Его Сожрать Выдернул Сожрал Странно Поле Не Растет Вот Ничего Ничего Не Растет То Есть Отвлекся На Желание Иногда Друзья Мои Вот Правда Жизни Если Убрать Все Бравурные Речи Правда Жизни Заключается Что Оставить Мышление В состоянии Целостности Дороже Еды Иногда Потому 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 что Еда Это Сейчас А Мышление Это Это Успех Твой Навечно Даже Те же Бизнесмены Они Умные Вещи Иногда Говорят Иногда Они Говорят Слушай Иногда Надо Потерпеть Чуть 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 Потому что Если Это Сейчас Сожрешь Потратишь На Жел Потом Ничего Не Будет Амин И Вот Иисус Я Сейчас Вам Мере Смоковницы Представляете Сына Божьего Единственный Фактор Который Однажды Сбил Пути Целого Сына Божьего Это Была Смоковница Которой Удалось Его Обмануть Это Целая Притча Отдельная Вообще Он Шел Своим Путем И Написано Издали Увидев Скажи Издали У Него Возникло Желание Поесть Он Не Знал Что Там Ничего Нет Но Если Даже Предположить Что Знал Он Хотел Выставить Это Так Чтобы Нас Научить Типа Он Не Знал Понятно Вы Тут Он Просто Показал Что Нужно С Этим Делать И Он Идет Издалека Сбившись Со Своего Маршрута Вот Как Это Выглядит Захотелось И Пошел Просто Поесть А Шел Своим Путем Он Не К Смоковнице Шел У него Была Цель Иерусалим Но Возникло Желание И Он Сходит С Маршрута И С Сын Божий Сходит С Маршрута Не Зная Что Там Нет Ничего И Приходит Его Это Взвинтило Просто Он Просто Знаете Вот Можно Так Скажу Нерелигиозно Он Подумал Я С Неба Сошел Тут Какое Растение Реально Меня В Заблуждение Вело И Он Показал Как Должно С Этим Поступать Ну Фиг С Ним Выросло Ладно Сошел С Маршрута Проклял Так Что Оно Засохло За Сутки Просто Вообще Не Оставил На Это Во Власти Сына Божьего Давайте Так Скажу Даже Если Проросло Что Бесплодное Ты Видишь Знания Мишелистишь Ничего Не Прокляни Ты Эти Все Знания Пусть Они И Сохнут И Не Занимают Больше Места Да Не Будет От Тебя Плода Вовек Я думаю Странно Так На Ни Жи Так Плода Нет Зачем Мы Ее Еще Проклянули Плод У Нее Был Ее Плодом Явилось То Что Она Сбила Сына Божьего С Маршрута И Такой Плод Ему Не Нужен Он Сказал Не Отвлекай В следующий раз бы кто-то шел и Нет Не надо ничего ждать Если ты видишь Что выросло В твоем мышлении Что-то Знание Бесплодное Вот я говорю за это обнуление Постоянно Да вырви ты это Зачем оно тебе Мы сейчас будем молиться И я верю Что ты это сделаешь Я хочу Чтобы ты из этого понял У тебя есть Власть И свое мышление Это удалить Все знания Которые не принесли В твоей жизни Никакого плода Сбивающие тебя С маршрута Отвлекающие тебя От реальных вещей Их надо просто Искоренить Я это делаю Я просто рассматриваю Думаю Зачем мне это знание И удаляю его Мое сознание Начинает Быть свободной Доброй Почвой Для сознания Божьего Оно заполняет Мои мозги Иногда это удивляет Эстер Она говорит Откуда он все это берет Давай Отцу славу дадим И есть такое понятие Я хочу его сказать Как энергетическая преграда Скажи Энергетическая преграда Он говорит Жизнь Божья есть А есть отчуждение От нее Из-за чего Из-за ума Определенного состояния ума Преграда Для течения Божьей жизни Вы видите это? Вы тут? Где Илья? Илья, ну-ка Аминь! И все сразу Газа в Раменском Мне так помогал Все время И все Прилепилось к нему Такое вот Имя новое Аминь Как у Сына Божьего Аминь 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 Итак Искоренение смоковницы Искоренение того Что не приносит плода Это твоя ответственность Вы заметили Что он не предал Смоковницу В руки отца Да? Отец Да будет воля твоя Если не судьба Пусть не растет Он говорит Ты можешь ее в море Переселить Иди вообще Не можешь на земле Нормально расти Иди в соленой воде Расти Все Переселить смоковницу В море Это то же самое Что убить ее Это не ее почва И он говорит Если ты только скажешь Переселиться То есть он не оставляет Шансов тебе сказать Ну что я могу с этим делать Мысли глупые Нет 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 Давай дадим Божьему сознанию Наполнить И воплотить Царство Аминь Представляешь Я снова и снова Возвращаю тебя К этой мысли Мир будет трудиться Копать руками А сыны Божьи Это тех Кто дал сознанию Божьему Заполнить голову И начнет воплощаться Само Жить будешь Точно такую жизнь Он говорит Заходит Выходит Ничего не знает Как растет А оно растет И в один момент Происходит это Скажи это Итак Энергетическая Преграда Твердыня Скажи Твердыня Это те самые Камни Которые мешают Воплощению Это то Что отчуждает Или как Делает разделение Между Течением Божьей жизни В тебе Которую остановить Невозможно Я хочу здесь Оговориться Специально Никто 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 Это природа С которой Ничего Невозможно Сделать Но мы Сейчас Говорим За воплощение Круг Твоей жизни Которая Блокирует Течение Жизни Изнутри Наружу Оно Не лишает Знаете Такие люди Они иногда Ну я чувствую Божью жизнь Чувствую А снаружи Чувствуешь Ну по мне Да не в этом Дело Результат Видишь Значит Не течет Иисус Иисус Говорит Почему Не течет Кирпич В голове Кирпич Можно Что сделать Удалить Каким Образом Павел Знал Он нам Дал совет Он сказал У нас Есть Оружие Сильное Богом На разрушение Твердынь Ими Не спровергаем Замыслы Всякое Превозношение Восстающее Против Познания Ух ты Ух ты Вот дает Да Против Познания Бога Что Мы делаем Опрокидываем Все Надменно Воздвигаемые Препятствия То есть Он говорит Что у тебя Есть оружие Сильное Богом Сильное На разрушение Всех этих Вещей Ты можешь Спокойненько Разбить Это все Кидре Не фене Вынуть Ой Очень Нерелигиозно Получилось Разбить Все это Подальше Сильнее Мощнее Ядренья Феня Это Реальный Персонаж Однажды Мы Солечкой Попали Где Это Мы Были В Сочи Жестоко Вот Нас Отец Этот Год С Морей Не Отпускает Уже Объездили Морей 6 Разные О Класс Цена Жизнь На Чемодане Хоть бы Денек Так Пожить Я Не Собирался Но Как Только В голове Появилось Это Само Получается Я Дома Хочу Посидеть Он И Дома Запретил Возвращаться На Море Будешь Ездить Хочешь Ты Хотел Давай И Зимой Летом Одним Цветом Море А Что Я Делал Ничего Не Делал Я Сегодня Так Много Рассказываю О себе Что Мне Оля Иногда По ночам Высказываю Хватит О нас Рассказывать Хватит Я Говорю Ну Понимаешь Он Положил Меня В Освен Для Народа Поставил Знамение Ну Как Не Рассказать Мне Сейчас Барабанят День И Ночь Как Ты Сертификаты Прививочные Сделал Как Я Вам Расскажу Вообще Прививку Конечно Сделал Ну Что Я Даже Не Знаю Я Просто Пошел Один Откуда Они Взялись Я Не Знаю И Уоле Тоже Ну Оле Понятно Она Переболела А я Откуда Я Жучу Так Вот Были Мы В Сочи И Сидим Так И Значит Мама Папа И Трое Детей Папе Вообще Пофиг Он В смысле Все Равно Он Сидит На Море Смотрит Дети Там Лазят Он Так Так Тюлень Нормальный А Мама С ними Идите Сюда Идите Туда Ко Мне От Меня Там Короче Они Бегают И Не Слушают Не Слушают И Вот Уже Все Пляжный День Закончен Уже Выходит Замученная На Дорогу А Они Где-то Бегают Она Так Где Мои Демоны А Мы Так Сидим Напротив На Скамейке Говорю Оля Вот Так Выглядит Чертова Матерь Я думаю Как Можно Додуматься На Своих Детей Сказать Где Мои Демоны О Боже Вообще Я Вам Таких Историй Дораз Я Думаю Точно Говорят Чертова Матерь Раз Дети Демон У Нас Есть Оружие Сильное Богом Сокрушить Любые Твердыни Ребята Когда Мы Это Говорим Иногда Я Когда Это Говорю Верующим Вот Так Наставляю Они Опять Это Мышление Работаем Над Мышлением Слушай Это Перевалочная База Воплощения У Соломона Сработало В моей жизни Работали Мне кажется И у тебя Сработало Люди Оглядываются Назад Говорят А что мы Делали Нового В этом Году Да Ничего Все То же Самое Но Как-то Все Вокруг Стало Меняться Наверное Все Таки Зависит От Этой Коробки Ну В смысле Я стану Умнее Буду Делать По Другому Возможно Что-то Ты Будешь Делать По Другому Но Главное Не В этом Я хочу Тебя Успокоить Если Ты Невысокого Мнения Даже О своих Мыслительных Способностях И способности Усваивать Там Слово Божье Откровение Я хочу Тебе Сказать Что-то Произойдет Помимо Твоего Сознательного Выбора И это Всегда Будет Больше Поэтому И сказано Что он Делает Несравненно Больше Чего Мы Думаем Оно Главное Засело В твою Голову Ты еще Это Не Осознать Не Успел Оно Наполняет Твой Круг Жизни Торжеством И Победой Преуспеванием Потому Что Это Не Ты Если Б Для Этого Нужна Божья Мысль Бери Лопату И копай Заработаешь Больше Чем Сосед Ну Что Это Божье Чудо Это Когда Мало А Вырастает Много Божье Чудо Это Когда Ты Не Работал Целый Далее Как Всем Остальным И Ты Приходишь Но Это Ж Не Вся Прибыль Они Получили Один Один В Каком Состоянии Домой Пришли Один Пришел Язык На Плечо Ноги Не Идут Какой Представляешь Что он Сделал Жена Я Вкал Вот Эти Руки Ты Видишь А Он Ему Столько Ж Денег Дал Не Пойду Больше Не Пойду Нормально Аж Платят Слушай И Все Никуда Ты Не Денешься Приходят А этих Снова Нет И Тут У Него Начинать Ну Давайте Разовьем Теорию Да Вот Эту Историю Тем Понравилось Думаю Зачем Стоять На Торжеще Целый День Главное Засветиться Вовремя И Они Так Я Знаете Вам Хочу Сказать Что Это Выглядело Так Те Кто Любят Поработать Они Вот Эти Кто На Виноградник Я А Сюда Я А Эти Которые Не Любят Они Так Виноградник Там Жесткость Жара Впереди Может Что Нибудь Другое Придет И Съехали Не Захотели Работать Ну Идите Работайте И Когда В конце Всех Рассчитали Эти Осадок Есть Такие Которые Серединки Наполовину Они Так Обычно На Бога Надейся Ну И Сам Не Плошай А Богу Нравятся Которые Просто Надеются На Господа Они Конечно Что То Для Этого Делают Но Это Что То Оно Не Выглядит Как Лопата Оно Выглядит Как Я Лучше Буду Над Своим Мышлением Работать Ну Как Работать Некоторые Так Работают Начинают Самоанализ Психоанализ Там Бабушка Там С колдунами Водилась Не Водилась Там И Они Что Там Выискивают Мне Позвонила Одна Женщина На Дня Не Позвонила Написала При Всем Уважении Любви Ну Я Просто Хочу Вам Что Сказать Она Говорит Найдите Мне Христианского Психолога Пожалуйста Я Я Сидел С этим Телефоном Я Не Мог Поверить Своим Глазам Ну Столько Сект Всяких Ну Обратитесь Найдите Психолог Психолог Я Не Против Христианских Психолог Ну Это Не Моя Тема Вообще Я Говорю Зачем Вам Это Сестричка Она Хорошая Она Мне Отвечает Говорит Ну Понимаете Мне Надо Найти Причину Проблемы Корень Проблем Я Не Ищу Корень Проблем Я Предлагаю Найди В себе Сына И Проблемы Закончатся Найди Не Корень Проблем А Корень Торжества Сын Божий Внутри Тебя Халилюя Вот Что Искать Надо И Купить Это Вместе Со Своей Жизнью Как Ту Жемчужину С Полем Халилюя Пойдем За Это И Выпьем О Вот Когда Ты Начнешь Прекратишь Заниматься Ну Знаешь Как Ищущий Находит Захочешь Найти Корень Проблем Ты Найдешь Их Намного Больше Будешь Как В Анекдоте Петька Че Ты Здесь Роешься Да В школе Сказали Найти Корень Квадратный Ищу Корень Квадратного Пока Не Нашел Но Уже Много Других Отрыл Ну Вот так и будешь И ты Будешь искать Квадратный Корень Своей Проблемы Найдешь Еще Кучу Проблем А Когда Найдешь Имеющему Как Начнет Умножаться И прилагать Не Вылезешь Вообще Люди Не Ходите Искать Проблем Ищите Сына Божьего В себе Эй Поэтому Он и говорит А есть Еще Добрая Почва Который Столкнулся С этим И Думает Да Все Вот это Все Что у Входит Так Входящим Желание Входящие Заблокировать Все Входящих Больше Нет Так Чего Жить Без Желаний В тебе Зародятся Из-за Сознания Божьего Такие Желания Ты Офигеешь Просто Я тебе Хочу По-русски Сказать Просто Офигеешь Это слово Фиге Плоды Такие Знаете Наполнишься Плодами Я имею Сразу Как С фигового Дерева Посыпется На тебя Изобилие Плоду А вы Это уже Думали Подловили Меня На слове Нет Там Написано Что пытались Его подловить На слове Но это Была Особая Категория Людей Фарисеи Я знаю Одну Пастор Что она Выписывает Все мои Вот такие Словечки И показывает Всем людям Говорит Разве Сын Божий Может так Говорить Я думаю Тебе что Заняться Нечем Ты бы Лучше Выписала Реальные вещи Которые Я говорю И сказала Вот как Говорит Сын Божий Сын Божий Был так Этим Заряжен Он говорит Даже Фарисеев Послушайте Найдите Полезные И употреблять Они же Слово Божие Вам цитируют Но есть Такие Фарисеи Не буду Говорить Город Где живут Эти Фарисеи Потому что Мы еще Туда Приедем Друзья Жизнь Божия Готова Ворваться В твой Круг Жизни И сделать Успех Сама Но Он говорит Есть Энергетические Преграды Кирпичи В голове Входящее Желание Которые Глушат Потому что Сознание Божие Когда Вот мысли Божьи Он тебя Насаждает Он пришел Говорит Сеятель Слова Сеет Это мысли Когда это Становится Образом Мышления Это победа Все Ничего Больше Сделать Нельзя Ничего С этим Ничего Больше Сделать Нельзя Потому что Оно Сейчас Начнет Расти Вот тогда Ты сядешь И такой Вот это Пруха Слушай Еще Вчера Они на меня Пальцем Показывали Ты при Всем желании Уже Это не Остановишь Потому что Он говорит Нет Ничего Тайного Что Не стало Бы Явным Это Секрет Воплощения Измененное Мышление Он говорит Я просто Насаждаю Тебе Это Сознание Божьему Дай Ему Как Этот Камень Пусть Он Станет Сначала Горой Главной Мыслью Гора Это Всегда Не Очень Удобно Это Мысль Которая Вроде Мешает Привычному Укладу Но Говорит Это Не Не Она Наполнит Всю Землю Захватит Твои Мозги Это Очень Страшно Поначалу Это Выглядит Как Потеря Своей Личности Мне Это Очень Знакомо Это Когда Начало В моей Голове Распространяться Мне Казалось Я Исчезаю А Я Где Мне Часто Это Пишут Ну Если Я Прямо Скажу Что Я Иисус А Я Тогда Где Не Буду Я Буду Так Иисус И Я Иисус Бонасия И Франция Нет Лучше Франция И Бонасия Нет Кто-то Узнал Откуда Это Как Это Звучит Франция И Бонасия Нет Лучше Так Бонасия И Франция Я Иисус Нет Иисус И Я Нет Лучше Я И Иисус Да Успокойся Просто Скажи Я Иисус Одно И Все Амэн Друзья Мои Физическая Жизнь Сократилась Из-за Этого Смотрите Он Говорит Из-за Того Что Мысли Зло Во Всякое Время Полностью Порабощенное Злу Мышление Да Будут Дни Сокращены Говорит Потому Что Вот Это Зло Во Всякое Время Это Пренебрежение Духом Говорит Не Надо Вы Думаете Бог Сократил Дни Жизнь Нет Энергетический Божий Поток Не Мог Больше Пробиваться В их Жизнь И Жизнь Сократилась Павел Говорит А что Говорит Многие Из вас Больны И Немало Умирает Потому Что Говорит Вы Не Размышляете Не Мыслите Говорит Это Все Происходит Без Того Чтобы В вашем Сознании Укоренилась Божья Жизнь И Поэтому Говорит Вы Больны Вы Знаете Павел Был Очень Крутой Мужик Только Такой Как Павел Мог Сказать Что Вы Больны И Умираете С упреком В смысле Я что Виноват Что Я умер Он Говорит Виноват И Бог Это Говорил Ветхом Завете Он Говорит Вот Из-за Того Что У В Башке Одни Кирпичи Жизнь Будет Маленькой Это Не Звучит Как Комплимент Правда Я Уже Хожу И Рассказываю Всем Что Вообще Бог Сотворил Еду Просто Для Аппетиту Он Никогда Не Планировал Сделать Еду Источником Жизни Физической Вот Это Новость Он Сейчас Есть Нас Отучит Отучит Есть Спасайся Кто Может Единственное Наслаждение В жизни Еще Хоть Съесть Что Нибудь Ночью Что Ты Творишь Сын Божий Кто Послал Тебя Кто Тебя Послал Вообще Если Тебя Еще Никто Не Послал Мы Сейчас Это Сделаем Не Трогай Еду Павел Упрекает Людей В нелепой Смерти Он Говорит Вы же Умираете Прежде Времени Всего Лишь Потому Что В вашей Голове Что То Не То Происходит Полностью Не Не Как Это Сказать Мозги Заблокированы Вы Отчуждаете Себя Себя От Божьей Жизни Поэтому Вы Умираете Немало Больны Он Говорит Причина Вот Говорят Там Помазанник Еще Вот Пожалуйста Есть Какой-то Блок В мозгах Который Не Пропускает То Что Есть Внутри Наружу Не Захватывает Тело Если Сегодня Ты Не Переживаешь Как Слава Охватывает Твое Тело Ни Единой Причины Не Ищи Корня Квадратного Это Не Это Не Дьявол Это Не Бог Наказал Это Просто Кирпич В голове И Все Возможно Заглушающее Желание Я Вам Хочу Сказать Вот Когда Настоящие Апостолы Они Знаете Они Верили Что Ну Даже Иметь Много Денег Это Как Зло Они Реально Так Говорили Хотя На самом Деле Конечно Иметь Много Денег Само По Себе Злом Не Я Я Я Я Но Имея Много Денег Будет Очень Непросто Оставлять Свой Разум Свободным Для Течения Жизни Он И Говорит Трудно Богатому Трудно Трудно Не Невозможно Это Не Божья Какая Блокада Он Говорит Просто Трудно Тебя Будет Все Время Занимать Это Твои Мозги И Все Время Это Будет Как Кирпич Поэтому Павел Он Говорит Имеющий Говорит Ой Много Он Вообще Разгружал Людей Он Говорит Хочешь Чтобы Жизнь Текла Вот Реально Преуспевание Реально Настоящая Божья Которая Само Где Не Скажи Ух ты Причастие Мои Друзья Мы Сейчас Будем Принимать Причастие Наконец Мы Думали Одни Антихристы Собрали Ну Есть Так С Иудеями Я Был Как Иудей С Язычниками Как Языч С Антихристами Как Люди Идут Иногда Садятся С Кем То Там Делают Что Хотя Ну Говорю Ну С Ним Я Как Он Должен Быть С Антихристами Был Я Как Антихрист Вообще Мои шутки Понимаете Или Нет Я Уже Просто Поплыл Поэтому Ну Извиняйте Мне Уже Просто Хорошо А Тебе Хорошо Весьма Хорошо Ты Живой Не Неправильный Ответ Когда Тебя Спрашивают Ты живой Ты Отвечай Животворящий Амэм В смысле Живой Живой Это Адам Существо Живое А я Животворящий Не 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 Я Живу Куда Я Зайду Везде Все Живут Я Сам Раздаю Всему Жизнь Халилюя Скажи Я Сам Даю Всему Жизнь Скажите После того Как мы Начали Прозревать Ну Многие Из вас Вы Свидетель Последние Полтора Года Это Проявляется Вашей Вы Животворите А Чего Ну Что Вы Делали Лопатой Копали Вооружились Оккультными Знаниями Или Что Вы Делаете Просто Думать Стали По Другому А Люди Оживают Вокруг Вот Странно Работает Так Может И во Всем Остальном Давайте Так Сделаем Сейчас Мы Когда Будем Принимать Причастие Я Хочу Чтобы Ты Понял Эту Вещь Иисус Говорит Если Я Стану Для Вас Пищей Вы Не Умрете Вовек И Он Говорил О Физической Смерти Не Вмещается Вмещается Ну Кому-то Вмещают Эстерия Вмещается Она Конспектирует А Кто Не Конспектирует Тому Не Вмещается Они Знаете Богословы Всех Времен Изучали Это Место Наверное Ну Просто Яковишина Тогда Не Был Я Шучу Но Смысл В чем Многие Люди Читают Это Место И Говорят Ну Это Он Говорит О Вечной Духовной Жизни Но Он Своё Обещание Не Умрёте Сравнивает С Физической Смертью Находившихся В пустыне Говорит Смотрите Вот Те Ели Хлеб С Неба Как Вы Говорите Манму Это Не Хлеб С Неба Это Просто Каша С Облако И Все Это Ни С Какого Неба Говорит Хлеб С Неба Это Я Вот Я Ну Это Тупость Вообще Ребята Я Летаю На Самолёте Иисуса Там Нет Я Изучил Уже Облака Разных Стран Нет Иисуса Не Видел Ни На Одном Из Облаков Но Даже В Своей Комнате Если Я Всматриваюсь В Правильное Облако Я Вижу Его И В Самолёте И В Других Передвижных Средствах Поэтому Друзья Здесь Такая же Тема Говорит Они же Умерли Вы же Не Можете Сказать Что Они Не Умерли Они Умерли Духовно Или Физически Духовно Они И так Мертвы Были Физически А тот Кто Будет Есть Меня Не Умрёт Вовек Они Ему Говорят Нет Подожди Ты Вообще Что На Себя Берёшь Говорит Отцы Ели Манну Моисей Умер Давица Все Поумирали И мы Себя Нехорошо Чувствуем Тоже Скоро Умрём Говорит А вот А я Говорит С неба Сошёл Говорит Прежде Авраама Я был Начинает Говорить О своём Небесном Происхождении И когда Ученики Они Такие Тоже Поехали Такие Что Мы Тебя Съедим Что Ли Они Так И спрашивают Он Говорит Ребята Я же Говорю За Духовные Вещи Дословный Перевод Внимание Говорит Если Я Стану Для Вас Пищей Вы Не Умрёте Физически Физически Не Умрёте Но Я Ж Должен Стать Для Вас Пищей Поэтому У Меня Из Этого Места Возникли Вопросы Так А Есть Кто Будет Если Не Я Я Люблю Поесть А Ты Андрей Не Заводи Разговор За Еду Если Хочешь Дружить То Соломоном Завлекает То Иисусом Отпугивает Да Соломон Все Что Я Вам Рассказываю Это Все Отец Это Он Со Мной Так Вот Берет Мне Сало Пока Говорит Это Соломон Это Не Это Понял Думаете Отец Так Не Может Разговаривать Я С Нем Иногда Веселюсь Вообще Просто Не По Дет А вы Слышали Как Отец Поет Ну Ладно И Вот Он Говорит Внимание У нас Есть Целая Тема Субстанции Духа Кто Курс Проходил Тот Знает Кто Не Проходил Добро Пожаловать Я Там Объясняю Что Субстанция Духа Это Абсолютно Физическая Вещь Многие На Своих Ладонях Уже Это Видели Даже Кто Знать Не Знал У нее Масло На Голове Или Нет Ну Я Рассказывал Представляете Она Говорит Течет Масло Ну Я Все Понимаю Знамение Что Мне Делать С Этим Оно Не Останавливается Голова Жирная День И Ночь Вообще Прям Каплями Стекает Солба Вот Сейчас Это В Это Время И Там По-моему С Чехии Кто-то Присылал Тоже Там Вот Течет Прямо Каплями Анна Анжела Да Ну Реально Такие Потоки Масла С головы Говорит Зачем Это Надо Собирать В банку Может Или Что Это Знамение Оно Все Закончится Оно Длится Ровно Столько Сколько Надо Чтоб Человек Что-то Сообразил Знамение Направлено На Радикальную Перемену Поэтому Относитесь К этому Очень Очень Если У тебя Появляется Это Масло Пыль Золотая Все Ребен Кто-то Блестками Это Называет Не Надо Слишком Легкомысленно К этому Относиться Знаете Что Оно Закончится Рано Или Позже Знамение Оно Заканчивается Оно Предназначено Для конкретного Чего-то В твоей Жизни Либо Для других Людей Поэтому Лучше Обрати Внимание И пойми Для чего Это Отец Что ты Хочешь Сказать Я тебя И так Хорошо Слышу Но Когда Ты Даешь Знамение Физическое Ты Наверное Хочешь Особое Мое Внимание Обратить Что И Учение О Субстанциях Помазания О Субстанциях Духа Это Учение О том Что Дух Он Воплощается В материальной Субстанции Иисус Об этом Говорит Есть Говорит Уровень Где Дух Тебя Насыщает Так Что Ты Можешь Не Есть Скажите Мне Какой Рацион Еды Сейчас У Физического Иисуса В невидимой Сфере Что Он Ест Вообще Да Ему Это Столетние Надо Он Может Съесть Он Показал Что Можно Есть Как Мы Любим Говорить В Прославленном Не буду развивать Тему Можно Ходить В туалет Ну Смысл Можно Есть Ну Что Я Когда В Библейском Колледже Учился Еще В Минске Там Ну Ходил Туда На Занятия Там Один Спросил Говорит Можно Вопрос А Иисус В туалет Ходил Ему Сказали Нельзя Про Иисуса Такое Спрашивать Я Думаю Вот это Да А что Это Нельзя Я Еще Друзья Вообще Верующие Это Сам Вот Если Поржать Это Вот К Верующим Читаю В интернете Лежу Ну Видно Религиозный Брат Пишет Если Я Ну Он Как Тебя Понял Посыл Против Того Чтобы На Пляж Ходить Говорит Если Лежу Я Говорит В Чем Мать Родила На Пляжу Ну В Плавках Да Мать Конечно Не Рожала В Плавках Ну Смысл Лежу В Плавках И Вдруг Чувствую Призыв Молиться Скажите Братья И Сестры Одеваться Надо Или Нет Я Думаю Я Читаю Глазам Сунивер Говорю Что Что А Там Посмотрел Там Пару Тысяч Комментариев И Все Таки Надо Надо Не Надо Там Одна Сестра Да Я На Горшке Сижу Молюсь И Ничего Страшного Я Думаю О Верующие Вы Вообще А Другие Конечно Надо Одеться Вот Ветхом Завете Лопатку Носили С собой Что Здесь Пляж Лопатки Вообще Понять Не Могу Ты Что На Пляже Там Дело С Лопатки Собрался Боже Вообще Смотрите Ребята Жизнь Сократилась Из-за Злых Помышлений Иисус Говорит Если Ты Будешь Меня Есть Реально Если Мой Животворящий Дух Я Как Животворящий Дух Как Вы Думаете Если Б Они Взяли Его Распилили На Кусочки И Съели Они Стали Вечно Физически Жить Какая Глупость Он Им Так И Сказал Говорит Плоть Она Не Пользует Немало Но Если Ты Даже Съешь Меня Физически Не Надень Больше А то Еще Подавишься И Умрешь Прямо Сейчас Поэтому Мы Говорим Не Сожрете Подавитесь Но Он Что Говорит Что Животворящий Дух Это Такая Энергетическая Субстанция Я Это Называю Жатва Жатвы Помазание Знаете Как Тук Пшеницы Сначала Собирают Пшеницу Потом Собирают Зерна Потом Из зерен Собирают Масло Минуя Весь Этот Процесс Он Говорит На Сразу Масло На Сразу Чистую Энергию Неба Тебе И Живи Говорит Не Будешь Умирать Вовек Он Говорит Ну Вы Ж Этого Не Понимаете Для Вас Это Говорит Ритуал Вы Не Понимаете Когда он Сказал Смерть Господню Возвещать Он Говорит Делайте В мое Воспоминание Он Умер Он Умер Иисус Приди За нами Хоть Живой Хоть Мертвый Забери Нас Отсюда Говорит Ну Он И забирает По милости Божьей Нет Возвещение Смерти Равно Возвещение Жизни В самом Себе Потому Что Маслица И Спадшие В землю Зерна Досталось Тебе Он Говорит Ученикам Он Еще Говорил Я Посылаю Вас Жать Чего Вы Не Сели Ребята Но Это Были Ученики Иисуса Это Еще Был Ветхий Завет Потому Что Говорит В небе Птички Не Сеют И Что Не Жнут Потому Что Сеяние Жатва Это Закон Земли Не Только Сеяние Но И Жатва Тоже Это Тоже Закон Земли Потому Что Если Не Сеют То И Не Пожнешь Говорит Ну Сеяли Другие Вы Вошли В Их Труд Вы Это Делаете Но Дальше Произошло Что Невероятное И Сеяние И Жатва Во Все Дни Земли Осталось А для Нас Закончилось Когда Излилось Помазание Живая Энергия Неба Которая Способна Питать Твое Тело Жизнью Независимо Ешь Ты Или Не Ешь Спишь Ты Или Не Спишь Поэтому Берутся Такие Люди Которые Знали Это Как Тень Моисей Он 40 дней Не ел Написано И Не Пил Ничего С ним Не Стало Он Даже Не Похудел Наоборот Сиял Он Не Просвечивался От Голода А Сиял Никто Не Сказал Моисей Ты Так Похудел За 40 Дни Они Говорят И Он Говорит Когда Я Стану Для Тебя Пищей Мы Все Время Знаете Этот Ключ Нетления Ну Как Как Все Так Мы Понимаем Теория Хороша Да Все Мы Прославленное Тело Он Говорит Пик Вот Оно Уравняется Как Только Ты Научишься Кушать Меня Как Пищу Физически Энергетические Блоки Вот Эти Они Все Разлетятся И Он Говорит Последний Вот Так Вот Так А Чего Мы Так Долго Думаем Над Этим Неведение Не Знали И Что Ты Андрей Хочешь Сказать Что Ты Не Умрешь Или Что Я Это И Хочу Сказать А Вот Были Тоже Заявляли Не Умрут И Умерли Слушай Я Вчера Об Этому Говорил Но Если И Не Заявлять Так Умрешь Еще Быстрее Потому Что Написано Зло Их Во всякое Время Мысли И Вот Конец Сокращения Жизни Так Может От Обратного Он Говорит Пришел Дал Вам Жизнь Вечную Ну Где Вечную Если Мы Умираем Говорит Не Умрешь А Если Умрешь Живешь Сразу Иисус Тебя Настраивает На Питание Вот Это Энергетический Цикл Внутри Тебя Жизни Божьей Говорит Ну Кирпичи Будем Вынимать Из Головы Или Нет Аллилуйя Дай Отцу Славу И Он Говорит Все Начинается С того Что Ты Имеешь Это В Разуме Потом Оно Начинает Прилагаться Умножаться Иметь Это В Разуме И Вдруг Павел Дублирует Говорит Не Заботились Иметь Бога В Разуме А Что Они Заботились Они О чем Угодно Заботились Но Только Чтобы И Говорит Превратный Ум Самое Страшное Проклятие Друзья Мои Хуже Не Придумаешь Я Когда Это Увидел Вот Так Воочию Я Просто До Сих Пор У меня Иногда Я Хожу И Молюсь Отец Говорю Все Что Угодно Только Непревратный Ум Все Что Угодно Пусть Камни С Неба Но Не Этот Дикий Ужас А Это То Что Происходит Лукавого Я Сейчас Не Говорю Что Они Рождаются От Лукавого Вот Написано Сеятель Сеет Семя Мозги Начинают Быть Завладеваемые Лукавыми Мыслями Мышлением И Они Становятся Друзья Мои Написано Сыны Лукавого Они Ведут Себ Просто Ну Я Сейчас Не Буду Тут Ужасаться Чему То Поведению Давайте Уже Буду Сейчас Заканчивать Последнее Что скажу Наверное Весь Философский Мир Всегда Спорил Что Первичнее Сознание Или Материя У нас Есть Ответ У нас Он Не Вызывает Сомнений Написано Без Сознания Ничего Не Начало Быть Что Начало Быть Почему Ты Думаешь Что В твоей Жизни Что Начнет Быть Физически Материальное Воплощение Без Того Чтобы Произошло Здесь Ну Вот Написано Вначале Было Сознание Слово И Без Него Ничего Не Начало Быть Что Начало Нам Не Надо Эта Философия Курица Родила Яйцо Или Яйцо Родила Курицу Сознание Или Материя Мы Знаем Сначала Сознание И Самое Интересное Что Когда Сначала Сознание Все Происходит Воплощается Легко Само Просто По слову А у Всех У кого Материя Сначала Тем Лопату Иди Копай Ты же Хотел Сам Ты же Хотел Вот Тебе Лопата И Потом Когда Ты Увидишь Как У Сынов Божьих Горчичное Зернышко Выросло Ты Скажешь А Как Ж Моя Лопата А Ты Скажешь Знаешь У Сынов Божьих Даже Черенок Лопаты Цвести Аллилуйя Почему Потому что Они ее не используют Чтобы копать Они ее используют Чтобы идти Помните Жезл Это один из примеров Вот этот Жезл Вы знаете Он хранился В святилище Чтобы люди Не забыли Вот Отец Сусла Вот Теперь Самая Финальная Стадия Наших Всех Откровений На эту тему Вы еще готовы Арбуз Нормально Все У нас Уже Дыня Вытянулась Такая Нет У сынов Божьих Дыни Не бывает А лица Вытягиваются Только У ослов Поэтому Лучше Треснуть Арбузом Чем Вытянуться Лицом Лицо Держи Улыбающимся Знаешь Что такое Треснувший Арбуз Это Улыбка И арбузик Треснул Даже Похоже Там Язык Красный Да И что Ты несешь Друзья Смотрите Он говорит Я Засею Сознание Бога В тебя А в другой Притче Вдруг Он Говорит Что Когда Его Спрашивают Запомните Плевелы Пшеница Он Говорит Пшеница Это Сыны Царства Вдруг То Что Что Было Под Землей Вырастает И И то Что Было Его Почвой Становится Подножием Ног Он Он Уже На Царство Зашел И Теперь Он Все Эти Мы То Думали Что Он В Нас Себя Посеял Он Говорит Я Тебя Посеял Тебя Вы Вловите Эту Тему Нет Сначала Это Вошло Как Сознание Я Принял Сына Божьего Это Растет Растет Что Происходит Зерно Растворяется Там И Вдруг Появляется В новом Качестве Но Уже Не в земле А над землей Говорит Вы Думали Я Слово Посеял Он Говорит Сыны Царства Говорит Кто Такая Это Пшеница Говорит Это Сыны Царства Это Бомба Вообще Иногда Когда В тебя Еще Это Только Заходит Тебе Кажется Что Реально Ты Как Под Землей Сидишь В Бункере Но Земля Она Не Для Того Чтобы В Ней Сидеть Вечно Он Говорит Земля Подножие Ног Моих Скажите Когда У зерна Земля Становится Не Жилищем А Подножием Ног Когда Оно Воплощается В Колос Я Говорит С тобой Так Произойдет Это Будет Не Просто Измененное Мышление Это Будет Восхождение На Царствование Ты Уже Сможешь Управлять Природными Божьими Процессами Как Написано Пророки Это Те Кому Духи Пророческие Подчиняются Ты Думал Ты Во Власти Духа Но Настанет День Когда Даже Духом Ты Сможешь Управлять Направлять И это Именно То Когда Ты Высвобождаешь Энергию В кого То Другого Это Уже Не То Что Господи Наполни Наполни Это Нормально Наполняться Но Говорит Это Все Выйдет То Что То Что Вчера Сеялось В Тебя Ты Поймешь Я Стал Этим Это И Есть Открытие Сынов Божьих Говорит Мир Это Поле Поле Это Мир И Говорит То Что Сеялось В твою Голову Сегодня Ты Всходишь Как Сын Божий И Земля Уже Сегодня Мышление Все Все Что В тебя Насаждалось Становится Просто Управляемыми Вещами Ты Уже Высвобождаешь Других Сынов В этот Мир И Мы Заполним Эту Землю Сынами Божьими Давай Сейчас Славу Отсюда Дим И Он Говорит Как Ростоки Сухой Земли Какие Были Сухие Твои Мозги Скажи Мозги Скажи Я Съем Твои Мозги Как Ростоки Сухой Земли Какими Бы Не Были Сухими Мозги Какими Бы Не Были Они У Нас Есть Первое Власть Разрушать Твердыни У Нас Есть Второе Власть Сделать Так Чтобы Все Что Засеялось Не Взошло И Не Принесло Плода Никогда Говорит Да Не Будет От Тебя Плода Вовек Амэн И У Нас Есть Власть Не Дать Свою Голову Сеять Абы Что Поэтому Бросать Смотреть Сериалы Они Не Воплотятся В Твоей Жизни Это Специально Ловушка Для Того Чтобы Божье Создание Не Завладило Тобой Когда Ты Начинаешь До Тебя Доходить Что Желание Восстающее На Душу Это Не Просто Аморальные Вещи Это Удар В голову Нокаутирующий Чтобы Ничего Не Взошло В Твоей Жизни Ну Как Оно Само Зайдет Там Есть В одном Из Переводов Слово Заглушают Дословно Задушивают Представляешь Это Желание Оно Входит И Задушивает Божью Жизнь Задушивает Твой Успех Задушивает Все Что Отец Хочет Воплотить Стоит Этому Сказать Нет Не Из-за Того Что Быть Просто Хорошим Мальчиком Как Мы Вчера Говорили Ты Когда Оставляешь Отпускаешь Людям Претензии Тебя Нет Никому Претензий Все Никто Не Виноват Что У меня Не Получилось Никто А Кто Виноват Я И Я Не Виноват Не Надо Мне Вообще Виноват Не Виноват Что Это Вообще Такое Мне Когда Пишут Виноват Вина На Кресте Разберемся Конструктивно Не Надо Мне Твоя Вина Ты Делай Что Я Тебе Ну Например Отец Такой же Я Виноват Убери Это Вон Туда Давай Поговорим Все Можно Не Все Полет Тебе Это Надо Мозги Тебе Выносят Зачем Ты Это Делай Ты Хочешь Увидеть Как Само Ты Пойми Что Если Не Само Придется Лопату В руки Брать Ну Тебе Что Лучше Сознание Своё Подставить Под Мою Жизнь Дать Энергетическому Потоку Моей Жизни Теть Через Тебя И Воплощать Естественным Образом Либо Все Таки Ты Лопату Хочешь Личная Жизнь То же Самое Да С Такой Энергией Которая Двинется В тебе Через Без Этого Кирпича В голове Без Этих Входящих Глуши Желаний Да Очередь Выстроиться Чтоб Тебя Замуж Зять А ты Так Меня Замуж Зять Это Я Тебя Возьму Не Надо Меня Брать Замуж Я Хочу Выйду Хочу Зайду У Меня Созерцание В другую Сторон Включил Я Перед Выходом Сюда Говорю Олечка Вот Знаешь Почему Ты Моя Жена Тое Самое Ценнейшее Качество Я Щас Не Про Красоту Тут Вообще Не Обсуждается Ну Я Говорю Твое Ценнейшее Качество Что Ты Умеешь Отступить Назад Потому Что Ну У Меня Призвание Такое Что Мне Вообще Нельзя Назад Иногда Даже Дома Оно Сказывается Бум Хорошо Давай Я Думаю Вот Если Мне Такой Крейсер Как Я Попался Вот Своим Сознанием Точно Так Уступи Ты Даже Не Представляешь Как Счастлив Ты Будешь Оно Заполнит Помимо Твоего Даже Указания Ну Вот Понимаете Она Когда Так Делает Я Думаю У Меня Реально Второй Пункт После Угодить Отцу Это Сделать Счастливой Свою Жену Я Думаю Иногда У меня Даже Иногда Когда Вдруг Случается Состояние Думаю Угодил Я Сейчас Отцу Не Угодил Ну Кто Живет Еще В такой Благодати Что Угождать Не Надо Вы Живите Это Нормально Придет Время Когда Вы Захотите Угодить Сделать Что-то Такое Как Иисус Говорит Потому Любит Меня Отец Что Я Жизнь Свою Ду Посвящение Я Думаю Ну С Отцом Еще Разберусь Дай Хоть Жену Счастливой Сделаю И Думаю Что Для И И Вы Знаете Как Часто Срабатывает Вот Я Это Начинаю Делать И Вдруг Чувствую Я Угодил Отцу Думаю Самый Короткий Путь Быстренько Кого-то Рядом Счастливым Сделай И Все Если Б Каждый Человек Хоть Б Одного Себе Избрал В жизни Говорит Вот Его Я Сделаю Счастливым Даже Если Богу Не Знаю Как Угодить Вот Сделаю Счастливым Этого Человека Есть Такие Женщины Которые Делают Своего Мужа Счастливым Он Не Знает Куда Деться И И Сюда Я Сделаю Тебя Счастливым И Он Так Это Я Счастлив Счастлив Нет Ты Еще Пока Не До Конца Счастлив Но Сегодня Я Сделаю Тебя Счастливым Хочешь Я Тебя Достану Звезду С неба Никаких Звезд Сегодня Ты Дома Сидишь Сестрички Мы Вас Так Любим Я К тому Что Друзья Точно Как Я Этот Пример Привел Божье Сознание Которое Он В тебя Унедряет Оно Само Способно Сделать Павел Знал Об этом Секрете Он Говорит Ну Вы Молитесь Но Вы Должны Знать Он Сделает Несравненно Больше Чем Вы Просите Молите И Даже Думаете Не Надо Думать Что Мы Сейчас Такие Наши Потрудимся Над своим Мышлением Не 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 Надо Ему Мешать Трудиться Не Надо Не Мешай Не Мешай Защити Этот Нежный Росток Он Пробьется Даже Через Бетон Он Благословит Твой Круг Жизни Он Внедрится К твоим Детям Он Наполнит Твою Личную Сферу Твои Твои Житницы Все Будет Как Он Сказал Потому Что Сознание Оно Делает Тебя Сыном Сначала Он Говорит Что Мы Сеем В Тебя А потом Он Говорит Окажется По итогу Что Посеян Сам Ты То есть То Что В Тебя Сеют Это И Есть Ты Сын Божий Который В Тебя Он Иисус Вошел В Тебя Вдруг Окажется Что Это И Есть Ты Ух А ну Вставай Сейчас Будем Есть Животворящий Причастие Будем Принимать Ау Есть Кто Идите Все Идите Идите Друзья Ты Что Получаешь Вообще То Что Я Сегодня Говорю За Эти Энергетические Вещи Блоки Да Там Сейчас Мы Будем Молиться Ведь Завтра Завтра Я хочу Особое Внимание Уделить Нужным Но Вы знаете Вот Мне Вот Это Иногда Просто Угнетает Что Особенно С Верующими Иногда Неверующие Исцеляются Быстрее Потому Что У него Ничего Этого Нет И Поэтому Я Предпочитаю Сегодня Что То Сделать С 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 Чтобы Это Двинулось Тебе Сейчас Мы На Втором Блоке Еще Будем Говорить За Энергией Исходящей От Престола Я Хочу Чтобы Эта Сила Елеем Ладони Покрывается Чтобы Эта Сила Она Двинулась В тебе Так Мощно Как Павел Говорит Ничем Не Ограниченное Могущество Я Спрашу Павел Слушай Ты Там Пишешь Что Ой А чего Так Грустно Играете Ну Что Что Ты Умер Кто Смотрите Павел Говорит Не Это Не Убрек Это Просто Конструктивно Павел Говорит Ой Такая Кисель Реально Скажи Помазание Помазание Ой Отец Ну Что Ты Хочешь Скажи Помазание Вот так Вот 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 Это Из Нашей Кухни Это Музыка Из Дома Амин Это Такое Аллилуйя Слушай Амин Сознание Написано Что Духи Пророческие Повинуются Пророкам Дух Сына Божьего Услышь Меня Сейчас Повинуется Сыну Божьему Есть Дух Сына Божьего Который Живет В тебе А есть Мышление Сына Божьего Которому Повинуется Поток Ты Здесь Пророк Это Тот Кто У себя В мышлении Пророк А Дух Пророческий Это То Что Течет Через Него Дух Сына Божьего Который Есть Внутри Тебя Он Оживляет Тебя Животворить Все Нормально Но Есть Уровень Где Дух Сына Божьего Подчиняется Мышлению Сына Божьего Ты Сказал И Стало Сказал И Произошло Жизнь Это То О чем Мы Говорили Вчера Что Есть Время Принимать Благодать А Есть Время Которое Настало Царствовать Друзья Царствовать Управление Для Нас Это Вожделенная Мечта Отца Он Так Хочет Увидеть Об Этому Притча Когда Он Этот Перстень Он Еще Увидел Издали Уже Бежал И Говорит Доставай Перстень Надежды Сын Идет Принял Принял Живым Вау Говорит А теперь Сразу Не отходя От кассы Принял Благодать Давай Царствовать Давай Вы думаете Я про жену Простой Пример Привел Это Просто Что Вас Развеселить Нет У меня Бывали В жизни Чуть Чуть Тише Бывали В жизни В последние Полтора Два Года Давление Нарастало Иногда Он Немножко Размазывало Я даже Не знал Что Делать И Отец Всегда В эти Моменты Говорил Начинай Управлять Я говорю А что Надо Делать Я не Знаю Что Ты И Себе Знал Он Говорит Начни Вот Со Своего Гнезда От Того Что Я Начну Сейчас Для Жены Что Делать Что В Служение Выровняться В управление Просто Войдешь В струе Окажешься Рули Хоть Чем Небудь Чтоб Тебя Направить Я Докуда Да Оля Пошли Гулять Пошли Это Жена Счастливая И Понеслось Да Я Сейчас Все Разберу На Следующий День Вышел Эфир Десятки Исцелений Думаешь Работает Ребята Вообще Хотел Выключить Все И не Выходить Думаю Съехать Что Понимаете Управление Это Все Управление Это Все Если Не Знаешь Что Делать Начни Рулить Хоть Чем Небудь Вот Это Тогда И Там Справишь Поэтому Он Говорит Чуть Чуть Начни И На Большем Сразу Вырулишься Все Будет Хорошо Вот Просто Начни Рулить Сначала Перстень Осознание Руление Чем Мог Управлять Сын Который Вернулся Ничем Все Просадил Ничего Своего Нет Он Говорит Ну Просто Бери И Начни Что Ты Делай Хотелось Бо Мне В Не Узнать Не Узнать Это Не Тот Который Хотел Дайте Денег Я Пошел Это Не Тот Бродяга Который Говорит Дайте Лопату Буду Копать Хоть Что То Есть У Него Уже Там Все Расширилось Умножилось Это Сын Который Научился Да Через Передряги Да Через Подденье Да Через Еще Что Но Он Понял Из Любой Трясины Можно Вылезти Если Ты Согласен Управлять Благодать И Управление Благодать И Управление Скажи Управление Я Уже Готов Молиться За Твои Мозги Я Сейчас Четко И Ясно Вижу Почву Я Сейчас Пока Буду Говорить Это Я Хочу Тебе Закинуть Вопрос И Чтоб Ты Подумал Согласен Ли Ты Обнулиться Что Ты Имеешь Ввиду Меня За Это Обнуление Там Клевали Ты Кто Такой Чтобы Обнулить Да Я Может Я И Никто Но Кирпич В твоей Голове Явно Лишний Желание Которым Ты Позволил Глушить Воплощение Явно Лишнее Есть Люди Которые Уже Просто Привыкли В голосах Этих Желаний Жить Возвращение На Твой Разум С пути Я Напоминаю Плодом Этой Смоковницы Были Не Не Съедобные Ягоды А плод То Что Целого Сына Божьего Она Сбила С маршрута Ничего себе Плоды Конечно Нам Такие Не Нужны Все Что Сбивает Тебе С маршрута Все Что Кажется Тебе Пригодным Но Реально Тебя Не Насыщает Вырви Это Сегодня Решением И Своим Словом Посмотри Сегодня Если Даже Ты Ничего На Ум Не Приходит Скажи Просто Отец Знает И Дух Это Сделает Знания Не Приносящее Насыщение Да Будут Удалены Из Моего Поля Из Моей Головы Из Моего Разума Мне Они Не Нужны Всякое Религиозное Знание Всякая Философия Все Что Не Насыщает Не Производит Плода Не Растет Плодами Не Заполняет Моей Жизни Успехом Вон Из Моей Головы Просто Покажи Свою Голову Скажи Да Не Будет От Тебя Никакого Сбоя Вовек Да Не Собьешь Ты Меня С Маршрута Вовек Всякое Знание Которое Не Отец Насадил Искореняется Прямо Сейчас Насладись Этим Освобождением Сейчас Идет Вот это На разум Я Корня И Полностью Я Говорю Сейчас Всякое Знание Которое Сбивало Тебя С толку Религия Все Что Не Насыщало Тебя Обманывало Замедляло Твой Шаг Искоренись Пересадись Тебя Но помазание все знает и всему научит Амин Твое главное согласие Если ты в этот момент, может завтра или в последующие дни Обнаружишь, что в твоем сознании Как будто пробел какой-то возник Как не хватает чего-то Вот знай Может ты даже неуверенно себя чувствовать сначала будешь Но знай, твердыня рухнула Смотрите, как это выглядит Павел говорит Это превозношение Твердыня это превозношение над познанием Бога То есть Есть что-то такое Познание Бога всегда влечет материализацию Физическое воплощение Все познал, оно сразу выросло Ты видишь, нету Явно есть какой-то кирпич в голове Это умничать Отец, я вижу тебя, но я же не вижу Понимаете? Мы все время говорим, не умничай, ты видишь Вот такие вещи, они должны рухнуть Разум сразу приобретет И вот начнет приобретать такую податливую почву Добрую, вот такое состояние Когда откровение будет входить в тебя легко и укореняться Признак укоренения, это когда ты начинаешь постоянно так думать Говорит, не имеют корня Когда мысли становятся мышлением, вот что такое корень Все, теперь я думаю так Все, кто это вкусил, знают, это круто Вы ловите мысли? Я уже стараюсь говорить очень просто Итак, ложи на голову Сначала скажи, золотые мозги Кто-то сказал, бриллиантовые Золотые мозги Теперь, отец, я высвобождаю помазание Всякое превозношение, которое восстает против познания Бога Все, что не приносит воплощение Все, что блокирует воплощение Все, что блокирует этот энергетический поток духа жизни Для тела Для личной жизни Для семьи Для всего круга жизни Я разрушаю помазанием Бога Прямо сейчас во имя Иисуса Скажи, я разрушаю эти твердыни во имя Иисуса От помазания распадается ермо этих твердынь в моей голове Я прозреваю разумом Сознание прозревает Божье сознание заполняет мою голову И материализуется в моей жизни Подержи руку на своей голове Сейчас я помолюсь за тебя Отец, я благодарю тебя Я сейчас вижу, как будто много окон таких небесных Из которых течет эта струя в головы Струя помазания Это всего лишь образ Это не значит, что небо открывается над твоей головой Но ты точно должен знать Помазание сейчас Работает Работает в твоей голове Отец, высвобождаю помазание твое Пусть всякая твердыня, блокирующая исцеление Блокирующая успех Личную жизнь Сейчас разрушается Разрушается Ты сказал Мы разрушаем И я говорю Я разрушаю Прямо сейчас Пусть всякая твердыня, блокирующая успех в служении В расширении Какое-то узкое мышление Твердыня, которая держит в плену Не дает расшириться Не дает умножиться Во имя Иисуса Если ты знаешь точно, что у тебя не получается прорваться в какой-то сфере Ты думаешь, что-то в голове мешает Не могу увидеть Не могу понять Тебе сейчас нужно в эту сферу Просто держа руку на голове Соломон так делал Он сказал Я не могу управлять Не хватает в голове Отец, я благодарю тебя, что помазание сейчас в указанной сфере Оно разрушает твердыни Мешающие видеть широко Далеко Глубоко Высоко Это помазание сейчас Разрушает эти кирпичи Эти стены Эти блоки Жизнь Божья течет Ничего не отчуждает от жизни Божьей От этого потока мощной энергии неба В жизни Помазание, скажи помазание Аллилуйя Аллилуйя Я высвобождаю эту благодать и благословение, Отец Что сознание, которое сегодня Находится в разуме Сознание Бога Это не просто посеянное семя Это есть Божий Сын Божий Сын Это и есть иметь Бога в разуме И это благодать и благословение сегодня В каждой голове В каждой голове В каждой голове Халлилуйя Оооо Такой прилив мозгов начался Скажи, прилив Премудрости Божией Прилив зрения Бога Прилив воплощения Способности воплощать Халлилуйя Халлилуйя Открой глазки Посмотри на поумневшего соседа Скажи, ты такой умный Прямо светись Ты такой умный Прямо светись Халлилуйя Скажи, я поздравляю тебя Скажи, храни свою золотую макушку Не кукушку, а макушку Скажи, дороже, чем это Ничего нет И погладь по голове Халлилуйя Давай отцу славу воздадим Друзья, вы что-то получили вообще? Приняли? Отец Приступил к обучению Управления Благодать Принимать уже так Чуть-чуть Навык есть Сейчас Ой, я даже Мне страшно Что с нами через год будет? Это просто Год прошел Посмотри, что произошло А пройдет еще год И когда Поверьте Если отец засучил Что называется Рукава И сказал Я научу вас сейчас управлять То у нас впереди Что-то очень интересное Потому что Принимающие благодать Сейчас много Уже все понаучились Что-то там Вкушать Что-то Мы уже всех научили Почти Субстанция Там все Медик И вот интересно Вы помните, что я говорю Через 2-3 года Все будут учить Что и я Не успел за мед Попробоить Уже пошли какие-то Объявления Медовая слава Я такой думаю Ребята Ну так быстро Это даже неприлично Так Знаете Видели? Я думаю Ну На одного брата подумал Ты шуст Как Как не знаю что Но слава Отцу Ведь мы и хотим Чтоб это Ведение Наполнило Всю землю И если даже Кто-то проповедует Из-за того Чтобы там Раскрутиться Давайте Несите наше послание Халилюя Амин Амин Давайте Славу дадим Дорогой друг Если ты хочешь Чтобы наше Откровение И сила Божия Обхватила Весь континент Всю землю Ты можешь Участвовать В нашем Служении Следующими Способами Первое Поделись данным Видео Своих страничках Сотсетях Второе Поставь лайк И напиши Свой отзыв В комментариях Под видео Третье Участвуй в этом Своими финансами Для этого Ты можешь Нажать Кнопочку Спонсировать Под видео И заполнить Анкету спонсора Исходя Из Своих Финансовых Возможностей Либо Перечислить Свои финансы По реквизитам Указанным Под видео Мы благодарим Тебя За этот План Небесная Церилизация Это Семья И команда Редактор субтитров Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова